дорогие друзья всем привет всем привет кого мы знаем и кого не знаем я вижу сейчас увижу первый раз живую только все общались видим леру они увидим евгению михаила подключается оксана иван мария друзья мы очень рады что вы решили сегодня побыть с нами дело в том что мы с наташей просто соскучились уже по вам всем и по тем с кем мы знакомы например вот с лерой действительно взяли и познакомились я смотрю немножко мимо потому что параллельно снимаю всех пускаем уже сюда или вот сюда же с одной стороны билости я соскучились по тем с кем уже виделись а с другой стороны мы заскучились по всем тем с кем еще никогда не виделись такое тоже бывает бывает анулот нам у общества друг друга в общем с одной стороны хватает но с С другой стороны, иногда хочется еще с кем-то увидеть. Да, наконец-то. Значит, что сегодня будет? Сегодня открытый урок в TipoMoney School. Вы знаете, что мы иногда любим делать такие вещи. Когда соскучимся. Когда соскучимся. Этот урок свободный, бесплатный, от него останется запись, и мы эту запись где-нибудь обязательно разместим. Так что вы сможете посмотреть на то, как все это происходило еще раз. Значит, зачем этот урок? Во-первых, вас развлечь. Но мы вас приглашаем не просто такими тихими зрителями, а мы вас приглашаем активными работниками. Потому что у нас сегодня важная тема. Обложка, на которой очень много текста. Бывает такое. Обложки, на которых мало текста, наверное, каждый в своей жизни сделал хотя бы в одном. А вот обложка, на которой много текста, ну, может быть, тоже кто-то сделал. Но мы попробуем сегодня... Но много текста не бывает. Текста много не бывает. Мы попробуем довести это до абсурда. Ну, не совсем. Нет, но у нас же есть я разум, поэтому мы не доводим до абсурда. Наташа, рассудок нашей семьи, вы помните. Значит, устроено наше мероприятие сегодня будет следующим образом. Вначале мы минут 10 говорим про курс книга 2, поскольку ему посвящен этот урок, эта встреча. Потом мы включаем 17-минутную лекцию, которую сегодня специально для вот этой встречи записала Юля Кондратьева, наша коллега, замечательный дизайнер и участница наших курсов с картинками. И вот эту маленькую лекцию отдельно мы тоже опубликуем. Так что этот наш урок, видите, он еще распадается на такие отдельные детали, тоже полезные. Потом мы рассказываем о задании, которое мы вам предлагаем сделать. И я надеюсь, что оно будет, ну, по-своему, веселое, потому что условия, которые в нем есть, они такие немножко неожиданные. Поэтому, конечно, будем использовать всякие методы генерации и рандомайзинга. Метод выбора случайных чисел. Да. Потом вы немножко поработаете, прям сами. Это будет продолжаться минут 20. Прямо вот очень быстро. Потом мы посмотрим вместе с вами все результаты. И каждый из вас даже немножечко скажет чего-нибудь. Ну, только если у вас не будет 300 человек. Ну, сейчас уже 33. Вот. Вот если у вас 33 останется, тогда, может быть, каждый второй сможет что-то сказать. А если у вас будет сильно больше, тогда... Каждый третий, каждый четвертый. Да, вот именно так. Ну, вот. И в самом конце, как апогей сегодняшней встречи, мы разыграем, Наташа, знаешь, что мы разыграем? Я догадываюсь. Две скидки. Я-то думала одну. Две скидки на курс книга 2, который завтра как раз-таки в 6 часов вечера и начнется. Так что на случай... Там осталось буквально всего три, что ли, места. Или даже два. Или даже два. На случай, если кто-то из вас вот колеблется и думает поступать или не поступать, вот, возможно, это будет какой-то такой дополнительный стимул. Но вы помните, как обычно у нас бывает на таких встречах, вот эту скидку. Скидки у нас будут по 25 процентов, скажем. В общем, ощутимое. Можно будет подарить кому-нибудь на День Святого Валентина, который был вчера. А можно одолжить? Не знаю. Процентами. Продать. Но перенести на следующий раз, боюсь, нельзя. Она действует только вот на этот курс. Вот. Ну, либо, как это называется, сгноить, никому не дать. Ну, тоже вариант. Тоже вариант. Да, просто наслаждаться. Владеть, но не использовать. Да, вполне. Мы уважаем любое... Ваше решение. Любое ваше решение. И, в общем-то, даже ценим. Да. Значит, еще раз. Мы рады всем вам. Вот тут даже человек 7, которых мы видим. Кто-то даже звонит. 6. Нет, не надо нам звонить. Значит, мы приветствуем еще раз всех наших знакомых и новых знакомых. Вот среди нас есть Настя Нечапаренко. Она вообще наша начальница. Она наша начальница. Рада видеть. Настя Нечапаренко, директор рекламно-маркетингового... Отдела. Да, промо-отдела. Типа Монискул. Все, как говорит Настя, мы делаем. Вот Настя говорит, так, пора устроить открытый урок. Все, мы тут как тут, подготовились. Все, так что... Более того, мы хотим провести их, спрашиваем. Можно? Можно. Да, да, Настя, у Настя все. Вот, поэтому, вот, кстати говоря, недавно еще только была нашим учащимся, наши учащиеся. Представляете, каков карьерный рост? В общем, главнее нас стало довольно быстро. Ну, не откладывая, не размазывая кашу по чистой тарелке, как говорил Бенни Крик, мы приступаем. Значит, сегодня открытый урок, в рамках которого вы сделаете не одну даже, а две обложки. Ну, точнее, мы попросим вас сделать, а уж сделаете. Да, может быть, вы три сделаете, кто знает. Но надо будет сделать как минимум две. Вот, и начинаем мы с небольшой лекции, которую мы сейчас раскроем вот здесь вот на экране. Я очень надеюсь, что она будет вам видна, мы как-то ее проверяли. Вот, и эта лекция, если что, не беспокойтесь, она сохранится, в которой Юля по нашей просьбе показывает картинки, на которых часто вообще нет никаких обложки, на которых часто нет вообще никаких изображений, только буквы. Причем букв очень много. И посмотрите, как многообразны вот эти вот способы компоновки, вроде, казалось бы, просто прямоугольник вертикальный на нижней обложке, но какая вариативность. Так, значит, мы делаем следующим образом. Так. Сейчас, текточка. Вот у вас должна появиться страничка, и теперь мы ее врубаем. Привет, меня зовут Юля Кондратьева. Я хочу рассказать немножко про архитектурную обложку, какая она бывает, и что бывает, если нужно поместить на нее побольше букв, чем просто название. Обычные архитектурные книги выглядят примерно так. Мы сейчас смотрим на книги, которые оформила студия Йоста Гроттенса. Два левых примера. Это одна книжная серия про необычные архитектурные решения в разных контекстах. Дома на берегу моря, дома в джунглях, дома в горах. И часто мы в таких книгах видим изображение архитектуры и название. И, в общем, ну и, может быть, название издательства. Обилие текста здесь не происходит, но иногда случается так, что издатели или дизайнеры решают поместить больше информации о книге на обложку. Например, поместить имена составителей, как мы видим здесь в центре. И здесь же мы сразу видим, что книга на двух языках, на немецком и на английском. И продублировав название дважды, мы сразу видим, что это такая монументальная история для двух разных аудиторий. Или, например, можно продублировать название много раз. Это даст нам ощущение заполненности, как архитектура, такое обычно освоенное пространство. И здесь заполненности листа типографикой контрастируют с такими пустыми пространственными фотографиями, где мы видим незаполненную мебелью или людьми архитектуру. И тут же, кто написал, когда написал издатель. Вот такая история с коллажом из разных-разных зданий и такой же коллажной сложноструктурной типографикой. Мы видим названия подзаголовок авторов, составителей. Сложное изобразительное решение с этими зданиями, которые по-разному зарезаны, они все острые и сложно собранные. Также рифмуется с типографикой. Мы видим здесь два разных шрифта, разные размеры шрифтов. И типографик собран в такие конструкции, которые ритмически похожи на то, как изображены здания на этом листе, на этой обложке. На левой обложке мы видим, как изображение категории при выборе типа фотографии, книжка про изображение бланковое, создает нам типографический узор. Эти столбики с галочками на самом деле часть интерфейса, но здесь и такой изобразительный ряд становится типографическим. Интересно наблюдать, где тут что, скриншот из интерфейса, где тут настоящая типографика, где название книги и автора. Справа нам дают краткое содержание. Эти обложки сделала студия Лам Кирх. Они много работают с архитектурной обложкой, и в частности издательство «Спектр Букс». На правой обложке мы видим перечисление фильмов, про которых идет речь в данной книге. И пусть эта обложка не архитектурная, нас здесь интересует, как взаимодействует текст с изображениями. Изображение иллюстрирует текст, или текст подписывает изображение. Сложно сказать, потому что набраны они и по массе в листе они примерно равномерны. Вот такая чуть более спокойная обложка, где Йост Гротенс показывает нам, во-первых, название книги «Шардситис Атлас», а во-вторых, что это за общие города, про какие города идет речь. Вот они светло-серым и перечислены. Не по алфавиту, но скорее по длине слова, вот такой сложной диагональю они нам показаны. Плюс есть подзаголовок, который поясняет нам, что это за книга, о чем идет речь, и название издательства. Слева мы видим тоже обложку Йоста Гротенса про историю парламентов в Европе, в Европейском Союзе. И слева у нас общее название и автор, а справа перечислены все парламенты на своих родных языках. Мы понимаем, о чем идет речь, что их много. Это перечисление нам дает контекст понимания, что тема сложная, многоструктурная, в ней много разных людей из разных городов, разных стран участвует. Справа мы видим книжку издательства «Спектр Букс» про работу благотворительного фонда, который после смерти Альфреда Круппа был организован в этой книжке 50 эссе, и они названы в честь каких-то тезисов. И эти тезисы мы видим на обложке. Это может быть название стран, год, какие-то просто фразеологизмы или слова. И мы по спектру и перечислению этих слов можем составить картину, примерное понимание, о чем будет речь. Есть такой журнал «ОАЗ», «ОЭЙС», который делает Карл Мартенс вместе со своими студентами. Это архитектурный журнал, который издается уже очень давно, и каждый раз, каждый номер у него меняется макет, и соответственно меняется обложка. И в этом его большая прелесть. Это журнал про архитектуру. А здесь мы видим, как на обложку вынесено содержание всего журнала. У нас есть номер, название журнала, номер, тема номера «Отс из Гутен Архитектур», и перечисление тем на двух языках, на голландском и на английском, с указанием страниц на культуру. Куда смотреть? А, набрала только на английском. Значит, на обороте на голландском. Потому что журнал обычно на двух языках. Вот такой пример обложки про город Новосибирск. Опять же, издательство «Спектр Букс» — это издательство немецкое, и его исследователи обратили внимание на город Новосибирск, и чтобы дать контекст, читатели тут же на обложке по-немецки пишут, что это такое, где этот город находится, что в нем примечательного. Потому что, ну, наверняка для немецкого читателя странно видеть название Новосибирска, что-то незнакомое, и почему он вообще должен заинтересоваться темой. И вот поэтому тут же сразу видим какое-то пояснение, почему эта книга вышла в свет. В этой книге рассматривается как из города, который был формирован в советское время по правилам и коммунистическим установкам. Постепенно за счет изменения времени и капиталистического напора четкий план рушится, и возникают какие-то новые, неожиданные решения. Еще одна книжка про архитектуру, в ней нет картинок, она про размышления, как хорошо было бы жить людям на примере швейцарских студентов. Мы видим здесь название книги, подзаголовок и пять больших частей. Мы примерно понимаем соотношение тех частей и их название. Плюс тут же написаны авторы и редакторы. И тезис, что это за книга. И увидев такую книгу на полке, мы сразу понимаем, что эта книга обстоятельная, с аналитическим подходом и глубоким погружением, даже не читая так много текста. Без того, что текст мелкий и уважительно поставлен в лист, мы чувствуем вот эту педантичность и аккуратность, с которой про архитектуру говорят авторы. Журнал «Диксит» — это новый журнал про архитектуру. Тема первого номера про комфорт. И в этом журнале попросили двух авторов. Это студия Брузер, если я правильно произношу, и профессора архитектуры Лорента Стелдера подумать и рассказать про комфорт, как они его видят в контексте архитектуры, интерьера, экстерьера, что такое комфорт в современном мире. И мы, смотря на эту обложку, сразу понимаем, что журнал состоит из этих двух частей. Из разговора студии архитектурной и из рассказа монолога архитектора. И тут же нам дают маленькие тезисы на двух языках, что нас ждет. Посмотрев на эту обложку, мы можем сразу понять, интересует ли нас данная тема, хотим ли мы читать дальше. А с другой стороны мы видим такую очень четкую швейцарскую сетку и можем представить себе, как журнал выглядит внутри. Также очень четенько, с большими контрастами крупных и мелких элементов. Эта книга не про архитектуру, но про фотографию, но она интересна с точки зрения такой заполненной типографикой обложки. Это издательство «Спектр Букс» выпустило каталог фотографа Лоры. Упс, не могу прочитать, к сожалению. Книга про ее студию, где она работает. И она названа «Arbeit», что по-немецки «работа». и в этом визуальном исследовании фотограф анализирует среду, в которой она работает, ее студию, где она проявляет фотографии, что такое работа, как процесс. И на контрасте внутри с таким визуальным опытом, который нам предстоит посмотреть, у нас на обложке много слов, которые дают нам контекст. При этом эти слова набраны относительно мелко по отношению к формату, плюс с точками между ними, что усложняет чтение, поэтому они должны приложить усилия, чтобы продраться сквозь эту типографику и понять, сочетать тезис, который имел в виду автор. Можно на обложку вынести что-то словарное. И, например, с помощью семантики слова, которая относится к названию, добавить значений. И человек, взявший в руки книгу, уже погружается в ощущение словарности, научности, плюс у него появляется контекст. Откуда это слово взялось и что оно на самом деле значит. И это даст вектор его размышлением и, может быть, согласию или несогласию с автором. Это книга, красивая книга «Глазами Евгения Корнеева», которую сделал прекрасный внешний дизайнер Евгений Корнеев. И на обложке мы видим большое сочинение про то, почему эти книги красивы, почему книги, которые мы увидим на страницах этого издания, примечательны, почему эта книга вообще вышла на свет. Такое сочинение, которое нам даёт контекст. При этом оно написано максимально неудобно, потому что нам нужно сильно повернуть голову, плюс название. начало книги не совпадает с правым краем обложки, оно туда загибается вовнутрь. Нам нужно приложить много усилий, чтобы найти начало текста и начать погружаться в него. Но в этом есть художественное высказывание, что через напряжение, через преодоление мы можем постичь художественных замысел. ещё одна обложка журнала УАЗ, УАЗ, где вначале у нас прямо вступление в номер на двух языках. Справа мы видим лицо, слева оборот обложки. На голландском и на английском написан один и тот же текст, который погружает нас в контекст, даёт понимание, почему в журнале будут те или иные материалы. И здорово, что весь материал, возможно, это вступление главного редактора или какой-то важный тезис, который был специально описан для этого номера, помещается ровно на эту обложку от начала и до конца. Слева мы видим обложку, а справа разворот книжки про то, как ЮНЕСКО в 953 году регламентировал передвижные выставки, как хорошо, привозя выставку из одного города в другой, её экспонировать, какие должны быть правила. И у нас с одной стороны на обложке тут же рассказано, что это за руководство, зачем оно было, кто его написал, и список комментаторов. Внутри мы видим, что это скан, собственно, руководства посередине, а справа куча комментариев, которые дают современные архитекторы, художники и работники музеев, какие предложения они могут выдвинуть, что сработало с тех пор, что устарело. Очень интересная история, что весь контекст к содержанию нам выносит на обложку. И вот такая книжка Сергея Ситара про архитектуру внутри эссе, архитекторы Сергея Ситара про то, как философия и архитектура влияли друг на друга сквозь века, и что всё это взаимопроникающий элемент культуры. И на обложке мы видим название и подзаголовок о чёрном, а белым набраны основные философские труды. Вот с самого начала веков мы видим в левом верхнем углу восьмой, седьмой век до нашей эры. Гамуэр написал произведение. И каждое следующее произведение это важный век в истории философии. И таким образом архитектор даёт нам контекст. Мы, возможно, покупая книгу по архитектуре, не совсем знакомы со всеми философскими трудами, но имея под рукой то, что на обложке всегда под рукой, такой перечень, во-первых, понимаем, когда что было написано и можем соотнести с архитектурными течениями. А во-вторых, понимаем, к чему отнестись. И очень вдохновлены таким пересечением философии и архитектуры. Список идёт с лица через корешок наоборот и заканчивается современностью. Спасибо. Архитектурная обложка очень интересная тема, в которой можно круто самовырезаться. И, как мы видим, совершенно необязательно на архитектурной обложке должна быть архитектура. Можно поместить туда любую информацию, которая даст нам контекст и понимание дополнительное, о чём будет речь. При этом дизайнер можете предположить, предложить издателю или, если вы делаете сами для себя книжку, какой контекст вы хотите сформировать. Спасибо. Спасибо большое, Юля. И спасибо тем, кто подметил, что у нас весь экран был перед вами. Ну, я надеюсь, там не было ничего такого, что вас напугало. Разве что немножко вы больше знаете о том, как наша встреча будет выглядеть дальше. Итак, Юля – один из участников нашего курса «Книга-2». Один из преподавателей. Ну, да. Участники – это ученики, скорее. Да, совершенно верно. Один из преподавателей курса «Книга-2». И курс «Книга-2» это такой очень важный у нас курс. Сейчас это же для тех, кто вдруг по каким-то причинам, вдруг по каким-то причинам… Пришёл, но не знает. Да, не знает, что это такое. Это вторая ступень из нашей книжной трилогии. Вот сюда поступают те ребята, которые вообще никогда в жизни ни одной книжки ещё не видели. Или те, кто хотят вернуться к… Истокам. Такое бывает. Попробовать пройти ещё раз какие-то фундаментальные сведения. «Книга-3» – это каждый раз новая тема, у каждого свой совершенно проект. И вот сейчас «Книга-3», которая закончилась, эти курсы у нас, вы знаете, регулярно проходят, они не очень длинные. В два месяца мы укладываемся с восьмью занятиями. Сейчас была группа, которая делала книжки по кинофильмам, по любимым кино. И вот скоро их можно будет посмотреть, мы придумаем способ. И туда попадают либо люди, которые прошли предыдущие две книги, либо люди, которые не учились там, но прислали портфолио достаточное для того, чтобы туда поступить. Ну, либо у нас там были в этот раз даже два человека, которые уже учились на книге «3», пришли снова, соскучились и пришли снова. Да. «Книга-2» – это такой самый боевой курс. Он рассчитан на тех людей, которые уже знают, что такое колонн-цифра, что такое многоколонник, что такое… Вот, кстати, Юля, ее с нами Марина Крохлева еще есть, что такое привязка букв, строчек к базовым линиям. И темой книги «2» у нас неизменно является архитектура. Мы уже работаем, в отличие от книги «1», не с отдельными разворотами, а прямо делаем книжку целиком. Вот тут видно даже на некоторых примерах, как выглядит целиком все издание. Насколько материал… Практически у всех один и тот же материал, но насколько по-разному с ним можно справиться. Включена сюда лекция очень важная Дмитрия Черногаева. Вот-вот-вот. И на этой страничке, ну вот вы легко сюда доходите через сайт типа «Мания.скул», можно посмотреть результаты, а скоро мы уже даже и новые результаты сюда повесим, потому что у нас их каждый раз много-много-много-много-много-много-много. И несмотря на то, что у нас два месяца, которые вмещают восемь занятий, идут наши курсы, каждый из наших курсов, как вы поняли сейчас из того, что сказал Саша, ребята еще доделывают то, что они делали на курсе, а мы, если нужно, помогаем. Да, именно так. Вот поэтому у нас наши курсы, они как-то так выходят все время за пределы. Мы не бросаем людей. Хотя, наверное, надо было бы, но не можем и так себя подводить. Итак, друзья, значит, о чем говорила Юля? О том, что обложка может быть более неожиданной и более разной, чем вроде бы обычно люди привыкли видеть. На обложке может быть написано наверху автор посередине заголовок, а внизу картинка, но может и не быть. Может и не быть. Может ничего не быть. Может картинки быть три. Автор может быть не вверху, а внизу. И главное, что кроме заголовка там еще может быть масса какой-то другой информации, которая, с одной стороны, делает обложку ну просто композиционно, какой-то необычный, привлекающий внимание, а во-вторых дает какую-то дополнительную информацию. Ну и конечно мы не забываем о том, что архитектурные книжки обычно покупают люди уже прочитавшие довольно много книжек, а посмотревшие, поэтому умеют они пользоваться книгами, им можно какие-то этакие идеи подавать. Да, то, что сейчас Наташа сказала, это очень важно. Понятное дело, что литература бывает очень разных типов. Это может быть какая-то очень легкая литература, не знаю, любовный роман. Это не значит, что есть какие-то отдельные ужасные люди, которые это читают. Мы все сами с вами можем оказаться в этом фрейме. Вот сейчас нам хочется потупить, почитать что-нибудь легкое. И в этом случае мы ориентируемся на обложку, на которой нет каких-то замысловатых, сложных, композиционных каких-то решений. А бывают случаи, когда мы хотим как-то себя прокачать какими-то знаниями. И мы сегодня с вами будем делать книжки, грубо говоря, рассчитанные на людей с высшим образованием. Людей, которые любят книжки, которые умеют их читать, которые умеют воспринимать информацию не одного потока, как в художественной литературе. Мы начали читать, те просто идем, 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 читаем. А сразу много потоков. Это может быть какая-то система сносок, система каких-то иллюстративных рядов, каких-то, может быть, писем, каких-то, может быть, текстов на иных языках. Вот все, о чем сегодня Юля говорит. И часто такого человека, которому интересно погрузиться в сложный текст, мы можем привлечь такой же обложкой, которая сразу показывает, что внутри будет сложный, интересный текст. Я думаю, даже не только текст, а вообще информация, потому что картинки – это тоже информация, безусловно, и текст информации, и вместе они дают какой-то свой ряд. И мы не пытаемся в таких обложках дать знания об этой книге за одну секунду или за две секунды. Мы предполагаем, что читатель или потенциальный покупатель готов потратить какое-то время на рассматривание и вникание. Да, совершенно верно. Поэтому мы сейчас в голове держим читателя, такого продвинутого, который умеет разбираться в интересном, и его можно заинтересовать какой-то, может быть, даже большим количеством информации. Я думаю, так, сложностью и неожиданной формой подачи. Совершенно верно. Значит, теперь условия игры. Мы хотим, чтобы вы сделали две обложки. с картинкой и без картинки. Сейчас мы поговорим про эту часть, а потом перейдем к текстовой части. Значит, обложка без картинки, тут вам Без картинки. Да, картинку искать не надо, и вам надо сделать при помощи текстов, сейчас мы тоже этой темы коснемся, привлекательную обложку. Такую, которую мы с удовольствием опубликуем в Инстаграме, и вы повесите в свое портфолио, то есть нестыдная вещь. Обложка с картинкой, и вот мы с Наташей думали, с одной картинкой, а может быть с пятью, и решили... Как понять, какое количество, это так сложно, полдня решали. Да, и решили сделать так, вот смотрите, у каждого из вас есть имя. Своё. сколько в этом имени слогов или гласных букв? Что? Наташа... Что Наташа? Наташа знала, но Наташа... Да, я пыталась понять, как ты формулируешь задание. Хорошо. Значит, сколько в вашем имени гласных букв, то бишь слогов, столько картинок будет на вашей картиночной обложке. Ну, а взять ваше короткое имя, длинное имя или очень длинное имя, это уже на ваше усмотрение. Нет, вот вы сами, да. Вот. Поэтому... Но вот это количество, вот всё, оно зафиксировано. То есть у вас, например, вот Наташа. Вот Наташа может использовать на своей обложке только три картинки. Теперь, что за картинки? Я предлагаю картинки искать так. Так как у нас книжки про архитектуру, мы говорим с вами про здание, про дизайн, про интерьер, экстерьер, про развитие городов, то есть всё связанное с человеческим существованием в социуме, то давайте мы, чтобы найти эту картинку, эти картинки, мы воспользуемся двумя словами. Второе будет у нас архитектура, а первое будет архитектура бровей. Прекрасно. Какой-нибудь любой прилагатель, ну, я не знаю, стеклянные. Проверяем. Я знала такой термин архитектура бровей. Вот, смотрите, какие прекрасные картинки. Любую можно брать мгновенно. Смотрите. Либо, я не знаю, какая там, полосатая. Клапные, не бровей. Полосатая архитектура. Смотрите, как здорово. Причем, смотрите, выбирая, вы можете идти очень разными путями. Вы можете взять фактуру. Бумажная тоже хорошо. Бумажная архитектура. Прекрасно. Вы можете взять очень простую, плоскую картинку. Можете взять что-то очень как бы живое и обладающее какими-то совершенно большим количеством разных других деталей. А если несколько картинок, то можно взять контрастные друг к другу картинки, а можно наоборот из одной серии или, я не знаю, например, вы порежете одну большую картинку на несколько фрагментов, это тоже будут картинки. Да, да, совершенно верно. Значит, если вот у вас три картинки, вот вы набираете какую-то там архитектуру, полосатую, красную или, я не знаю, средиземноморскую и берете эти картинки. Вот. Я думаю, что здесь наверное неправильно было бы пытаться сломать этот генератор и действительно набирать какие-то слова, ну, совсем выводящие вас из мира домиков. Можно конкретное здание. Да, ну вот останьтесь в архитектурной теме. Обложки мы делаем к архитектурным книгам. Да. Тема этих архитектурных книг. Давайте мы сейчас не будем прямо вот ее фиксировать как-то и закреплять. Некое... Что-то про архитектуру. Да. Может быть, это каталог каких-то зданий. Если вам нужно для собственного, для вашей работы сформулировать, быстренько сформулируйте себя, про что вы делаете. А если, может быть, вам и не надо вот прям так конкретно знать про это учебник архитектуры, это каталог работ какого-то архитектора или это что-нибудь градостроительное. Да. Давайте перейдем теперь к тексту. С картинками, я надеюсь, понятно. С текстами. Я, конечно... Если есть вопросы, то тоже пишите в чат, я, наверное, тогда письменно отвечу. Да. Я, конечно, рекомендую использовать прекрасный генератор Балабоба, который... Кто не знает, кстати, это развлечение на много дней для всей семьи. Да, который подарил нашей семье часы, если не сутки счастья, хохота. Потому что... Если вам скучно и грустно, то идите туда. Да. Вот здесь можно сгенерить те слова, которые вам нужны. Значит, что может быть в нашей книжке? Ну, во-первых, автор. Автор, я думаю, можно не генерить, вы его сами можете придумать, взять любого человека или группу людей. Кстати, несколько авторов тоже здорово. Или какого-то персонажа литературы. или своей собственной книжке. А что касается заголовка, ну, я не знаю, можно попробовать здесь название книги. Тогда этот балабоба сразу и дает что-то такое. Вот, смотрите, как я перестал бояться и полюбил атомную... Название архитектурной. Архитектурной. Главное, не заиграйтесь в этот балабобу до урока, в смысле, до выполнения задания. Немножко попользуйтесь. Нет, это он дает статью. А, тогда вот что. Пусть это будет у нас некое... Смотрите, давайте так. Название, названием, собственно, может быть вот что. Вот то, что вы здесь набрали. Полосатая архитектура. А вот в этом балабобе, если вы возьмете пункт короткие истории, будет как раз тот фрагмент текста, который вы можете поставить на вашу обложку. Ну, считайте, что это преамбул такая, синопсис. Ну, здесь, кажется, как-то неинтересно он написал совершенно. Почему? Вполне вот этот кусок. Давай просто описание книги. А просто если архитектурная книга, подожди. Балабоведь. Ну, вот, смотрите. Или можно так написать полосатая архитектура. Я думаю, кстати, это же так правильно. Я думаю, нет немного абсурдной текстов словосочетания. Вот, смотрите, полосатые люди, полосатый мир, полосатые мысли. Прекрасный двухчастный заголовок вашей книги. Вы можете часть его, ее сделать крупнее, жирнее, мельче, белее. А можете каким-то еще образом разложить. Смотрите, дома, белые стены, темные окна, темные двери. Вот вам еще какой-то некий фрагмент. И можно это назвать цитатой. И я бы предложил еще один текстовый элемент использовать. Вот кроме названия книжки, автора, цитаты или синопсиса, давайте мы возьмем какой-нибудь список. Наличие списка сделает обложку сразу, ну, во-первых, очень интересной, а во-вторых, заставит вас придумать, как с этим списком справиться. Потому что вот сейчас перед нами просто кусок текста, который может в строчку лечь, или блоком каким-то стать, или там еще как-то буквки рассыпаться. А список это уже структура. отдельные пункты или строчки, или в подбор идущие через точечку. И вот я думаю, что можно просто зайти в Google и просто написать, например, архитектура. Вот смотрите, архитектурные стили от Адая подходят, абсолютный список подходит. Вот я даже сегодня зашел. Список зданий в стиле конструктивизма подходит. Просто тюкаете и просто берете. Можно не все. Вот возьмете вот такое количество, например. И этого достаточно, или даже немножко поменьше. Я предлагаю не тратить много времени на вот эту составительскую часть. Не надо пытаться подтянуть список к цитате и к названию. Это независимые друг от друга могут быть тексты. В данном случае мы их воспринимаем как просто некий материал рабочий. Мы не выполняем сейчас составительскую функцию. Поэтому на это время немного не тратите. Просто быстренько себе киньте какие-то кусочки и с ними уже начинайте работать. Да, это очень важно. Не занимайтесь тем, чем не нужно. Вот представьте, что эти обложки будет смотреть какой-нибудь ваш кумир графический дизайнер, который по-русски вообще ничего не понимает. Вот ему не важно, что там у вас написано. Он будет смотреть, как вы организовали лист. Он будет смотреть, как вы справились с текстами разного порядка, как вы подчинили разные типа элементов на обложке. Либо это у вас такой принципиальный макет для издательства, где вы говорите редактору, текстов еще нет, и вы редактору говорите, будет обложка, на которой будет какой-нибудь текст, какой-то список, какое-то название. Работайте, редактор, дайте мне эти тексты. Но идея, концепция уже существует вот такая. Кстати, так дизайнеры вообще очень часто поступают, потому что редакция сама может не догадаться, что надо какой-нибудь интересненький список поставить, а вы говорите, значит, сюда мне, пожалуйста, составьте список, сюда я хочу крупную какую-то фразу на 20 слов или там 20-25 слов, а сюда будет ваш автор и будет ваш название. Но их еще нет, поэтому в вашем случае тоже не надо так уж пытаться сделать это литературно, вычурно, красиво, остроумно, просто используйте буквы. Да, и так вот для Ксю и для тех, кто чуть позже подключился, кратко повторяю, сейчас у вас 20 минут, очень мало, на то, чтобы сделать две обложки. Одна обложка без картинок, а вторая обложка с картинками. Столько картинок, сколько гласных букв в вашем имени. Картинки искать в Гугле на запрос какая-нибудь архитектура. Пластиковая архитектура, стеклянная, оловянная, советская или еще какая-нибудь. И эти картинки вы хватаете, долго не выбираете, остаетесь в одном экране, никуда не двигаетесь, быстро кидаете в компьютер. Название вашей книжки это вот как раз пластиковая архитектура или стеклянная архитектура или какая-нибудь еще архитектура. Есть какой-то автор, есть некая цитата, которую вы можете сгенерить в программе Балабоба. Сейчас я вам пришлю ссылочку и список. Размеры обложки любые, ну, вертикальная обложка. Да, давайте у нас будет вертикальная обложка, но ее размер не важен. Поскольку мы не даем это никак в печать, то размер не важен, но а пропорции, я думаю, так, давайте не будем придумывать какие-то эдакие форматы горизонтальные, квадратные, можно просто взять традиционную вертикальную обложку. Ну, если хотите, квадратные корень из двух, кратные А4, А5. Тоже не тратьте на это время. Сделайте А4, не мучьтесь. Через 20 минут мы опять все включимся и посмотрим, что у вас получилось. Значит, как в прошлые разы, вот с нами Настя, Настя, будете, как всегда, нашим тем самым собирателем обложек. Вот, Настя, наша дорогая, кинет в местный чат ссылку на какую-нибудь гугл-папку, в которую вы со своим именем будете ваши картинки скидывать. Сделать JPEG, не тяжелая. И тогда мы сможем все быстро эти картинки посмотреть. Значит, кто сделал обложку, две, они, кстати, родственные могут быть. А могут не быть. Да, вот вы можете попробовать, как один и тот же дизайн живет с обложкой, с картинкой и без картинки. Либо совершенно разные. Вот здесь вот вы можете как хотите действовать. И мы с вами смотрим результат. Значит, кто сделал работу, тот получит фидбэк. Кто просто смотрит, не получит. И потом уже в конце, когда начнется розыгрыш скидок, подарков, в нем тоже будут участвовать, соответственно, JPEG, то есть авторы, которые поработали. Типа такое поощрение. Вот. Значит, на наших часах сейчас 48 минут в... Мы не говорим сколько часов. У всех разное. Потому что может быть разное время. У нас даже с Наташей в общем-то разное практически. Ну, смотри. А ты хочешь сказать, что нет, у нас одинаковое. 48 минут, и у тебя у меня, а часы могут быть разные. На это время мы выключим камеру. Вы тоже можете выключить камеру. И даже, я думаю, выключим запись, чтобы чернота не записывалась. И через 20 минут мы вас всех позовем и посмотрим то, что получилось. Если будут вопросы, чат у нас продолжает существовать. Он вот у меня в телефоне висит, и мы сможем ответить. Да, ну и, собственно, сутью, смыслом этого состязания является выявление победителей. Мы посмотрим с вами, кто лучше всего сделал. Вы, кстати, сами будете решать, и мы тоже немножко порешаем, но и вы тоже будете решать, кто справился, а кто не справился. Ну, я думаю, справятся все. Я надеюсь. Ну, ладно. А Настя тем временем уже кинула в чат вот эту вот папку. Спасибо, Настя. И действительно, не забудьте подписать имя. Желательно, может быть, даже с фамилией на случай совпадения имен. Да, да. Давайте имя, фамилия. Имя, фамилия, либо, ну, какое-то, чтобы мы вас поняли, кто вы есть и потом нашли, если вы выиграете эту скидку. Да. Ну, что ж, все. 20 минут работаем, ребята. Удачи. Поехали. Друзья, мы с вами. Мы с вами. А вы с нами? Прошло 20 минут и еще 10 минут. И еще одна минута. И еще одна минута. И мы думаем, что вам этого должно было не хватить. но сейчас мир высоких скоростей. Иногда действительно на работу дается мало времени. Ты включил запись? Ты включил голове. Иногда так. На работу дается много времени, но часть его тратишь на какие-нибудь другие дела. кофе попить, собакой погулять, прокрастинация, опять же. Прокрастинировать. И вот, то есть, смоточные часы осталось 20 минут до того момента, когда надо отослать файл, и вот тут включается третья космическая скорость. Мы сегодня посмотрим, что включилось. Во-первых, мы посмотрим, сколько людей приняло участие в этом нашем забеге. Так что, те из вас, кто доделывает, вот прям уже все. Делайте принтскрин, кидайте папочку, и мы сейчас в нее будем смотреть. Помните, что чем меньше имен там будет, тем больше шанс получить скидку. А мы сейчас Наташей посвящались и вот до чего досовещались. Мы решили так, что, так как у нас еще один курс, послезавтра начинается, дизайн самое начало. Фундаментальные знания о графическом дизайне, который подойдет либо тем, кто впервые в дизайне, ну, либо хочет, как в случае с книгой 1, вернуться к корням. Теперь ты говоришь. У нас группа уже, в общем-то, набрана там, и действительно начинаем мы послезавтра, но мы решили, что вдруг кто-то из тех, кто выиграет эту прекрасную скидку, решит, что он хочет вернуться к корням и стокам. Мы решили, что эти 25%, точнее, вот эту скидку можно потратить на один из двух вот этих наших курсов. То есть выбрать либо книгу 2, либо дизайн самое начало. И то, и то ближайший набор. Одно начинается завтра, другое начинается после завтра. Так уж у вас будет возможность. На дизайне самое начало мы действительно говорим о самых основах. Тоже у нас есть разнообразные задания. Тоже это длится два месяца, то бишь восемь занятий. Ой, сколько картинок, что делать, боже мой. Мы уже бежим туда. Бежим. Я тяну время, зачем, непонятно. Итак. Это как на одной из типоманий у нас что-то не включалось на одной из первых. И Саша тянул время 40 минут. А я ему показывала знаками тени дальше. Было ужасно. Так, класс. А давайте, во-первых, на все посмотрим ничего себе. Кто-то уже успел даже кинуть на макапы. Настень Чапаренко. Вообще, Настя умудряется и работать. И модерировать, и работать. Это, наверное, уже не третья, не четвертая скорость. Какая-то пятая космическая скорость. Ой, уже сколько красоты. Так, значит, из-за того, что Google Диск не дает возможность сразу все посмотреть, поэтому мы будем на каждую нажимать и двигаться дальше. А тем временем, видимо, у нас что-то еще подгрузится. А там что-то еще подгружается. О, а пусть каждый автор, вот Аня Хабарова, например, нам говорит, на что нам следует обратить внимание и как шла работа. Добрый вечер. Аня, привет, очень рада тебя видеть. Я вас тоже. На что обратить внимание? На название, на картинке. Все. Они об этом и говорят, о чем книжка. и контрформа, наверное, в виде креста. Ну, кстати, а почему нет? А почему нет? Я думаю... Это немножко сужает, конечно, конфессиональность архитектуры, не всем подойдет крест, но тем не менее. Слушайте, я думаю, что... Нет, нет, ладно. Здорово, что этот крест, он так мерцает, то есть его, в общем, он не слишком сильно обозначен. Это иллюстрация. Да, по-моему, это очень хорошо, потому что можно было бы совсем, да, вот в крест превратить, и тогда в этом было бы, ну, чуть меньше какой-то метафоры, да, вот слишком было бы все прямолинейно. Вот здесь, по-моему, очень хорошо. Мне кажется, что очень симпатично вот эти вот два столбика немножко соединились. Да, согласна. И картинки здесь стали. И количество картинок точно подсчитано по количеству словов выявленных. Совершенно верно. Аня, у тебя тут одна или несколько? Несколько. А вторая такая, что только черный без картинок. Прекрасно. Ну, кстати, между прочим, действительно мы видим, что, в общем, все то же самое может быть без картинок. То есть, эта композиция работает в обоих случаях, причем она дает совершенно разную эмоцию. Даже если абстрагироваться от выборки. Да, это совершенно неважно, белая она или черная. Конструкция в том и другом случае работает. Мне кажется, что здесь еще вот какая есть удача. Вот вот эта белизна, ну, или пустота, назовем ее так. Пустота здесь черного цвета и пустота здесь вот белого цвета. Она как раз, мне кажется, вот это ощущение ну, какой-то таинственности, что ли, какого-то такого спокойствия, недосказанности, которая в религии часто встречается, она здесь есть. И мне кажется, это очень хороший такой способ при помощи типографики, а не прямого иллюстрирования, рассказать о сюжете. симпатичный такой сближенный интерлиньяж, который возможен для вот такого шрифта с коротенькими выносными элементами. В общем, там все вроде ничего не слиплось. Я бы единственное, что не то, чтобы посоветовал, но как бы поразмышлял бы вот о чем. Значит, в этой обложке есть четыре размера шрифта. И когда у нас четыре размера, это как бы квартет. Вот в музыкальных квартетах все четыре инструмента, в общем, они отличаются друг от друга. Скрипка, виолончель, альт и контрабас. Это все три разных инструмента и они четыре. И они все друг с дружкой хорошо взаимодействуют. А здесь получается, что вот этот размер и этот, они как бы близковаты друг к другу. И второе, мне кажется, что здесь важно обратить еще внимание на регистр. Вот здесь вот так смело использованы строчные, они хорошо смотрятся с близким антролиняжем. Здесь прописные, ну, как бы уже два разных немножко принципа игры. Фамилия, имя с прописной. А здесь еще третий. Да, вот может быть, ну, либо к одному привести, либо хотя бы к двум. А то получается, что они и по размеру все друг от дружки отличаются. И еще вот по типу букв. мне кажется, что для такого количества времени и такого количества текста все поможет. Аня, Тогда мы подвинемся дальше. Ой, какая красивая. Автор виден. Это узор. Соня. Соня Бычкова. Да, здравствуйте. Это я. Мне видно? Там вообще две обложки. Я просто последнюю вот прям бутинула. Сейчас. Делаем. Так. Вот, есть две. Ага. Ага. Ну, в общем, я кучу времени потратила на размышления, стоит ли в этом участвовать. Потом, когда принял решение, оттолкнулась просто от какого-то банального визуального образа, типа, это узор. Вот, как-то я его попыталась передать. А вот очень интересно, вам удалось передать, но расскажите, как, расскажите, почему удалось. Почему удалось? Не знаю, наверное, потому что это какой-то странный шрифт, это коммуна, какой-то зауженный, супер зауженный, вот он какой-то, я не знаю, похож на узор. Да. Да, с такими засечками он как будто бы вырезанный, действительно, выпиленный. очень хорошая обложка. Хорошая контрастная. Ну-ка, расскажите, почему она хорошая получилась? Почему хорошая? Даже не знаю. Ну, подождите, смотрите, вы говорите про узоры, да? Угу. Получились же узоры, согласитесь? Как наличные. Ну, получились, да. Да, это же очень классно, то есть вы за счет выбора вот этого шрифта с большой разрядкой добились какого-то странного... И расположение тоже на листе нам очень помогает. Да, и вы не полностью вот за... превратили страничку в раму, а вы взяли от нее только один угол. Это значительно интереснее, потому что у нас сразу получилась дико активная сдвинутая композиция. Вот этот угол стал таким выходом в какой-то космос. Он не пустой, это белое держится. Из-за того, что в белом есть впадины, смотрите. Причем эти впадины, уж не знаю, если начинать фантазировать, они очень легко напоминают всякие сочленения в деревянной архитектуре, ласточки на холосты, там паз, луп, полдерева. Ну да, или скатерть с кружевами. Или скатерть с кружевами. Да, да. Что-то такое народное, народное, настоящее. Собственно, мне очень нравится. Отлично, хорошо, чтобы получился. Смотри, какая вещь. Не зря вы размышляли. Причем здесь удивительно получилось, несмотря на то, что эти буквы вроде прямого отношения к этому орнаменту не имеют. Родственные они какие-то. Но в них есть родственность. Вот то ли от этой вот длины, то ли от контраста. Мне кажется, засечки толстые очень помогают. Может быть, от того, что узкий шрифт становится таким ритмически, как бы усиливается вот эта вот монотонность, то это становится похоже на повторяемость шрифта. Очень хорошо. Соня, ну вы вообще молодцы. Спасибо. Не хотела участвовать. Ничего себе. Мы бы сейчас таких обложек не увидели. Так, смотрим работу Светланы. Какая хорошенькая. Юнаница. Светлана, если вы с нами. Да, здравствуйте. Одна была картинка? Или мы не были? Да, одна только. Ну, с помощью углов я пыталась передать остроту. Что? По-моему, да. Тут еще можно сказать, не знаю. Удалось. Такой план получился архитектурный. Мне только, знаете, кажется, что вот эта вот шутка, она немножко упрощает. Упрощает. Вот здесь, ну, как бы такой взрослый юмор. Мы начинаем видеть вот эти уголочки. Они как-то через строчки начинают, ну, так, зудеть. Так, знаете, вот в них есть такая какая-то волнительность. Драма, если хотите, да. Вот какие-то вот эти вот прямоугольники, как они друг к дружке. А здесь немножко из, ну, это просто другая игра. Более, более простая, что ли, ну, более детская, можно так сказать, да. И из-за того, что она очень яркая, из-за того, что она в главном месте стоит, мы ее быстрее видим. Вот мне кажется, можно было проще. Честно говоря, мне даже кажется, что вообще не стоило бы полностью этот лист вот так вот весь заполнять элементами. Мне кажется, что вот если бы здесь вообще была бы какая-то пустота, интересно, получится он ее тут прикрыть? Да, получится. Стоп, сейчас надо, чтобы я помню про время. Но все равно мы пробуем. Видите, как удобно, я ничего не говорю, а он помнит. Так, ну-ка. Нет, стоп, подожди, как это сделать? Может быть, вот так? Нет, не получается. Не получается замазать. Ну и ладно. Ну и ладно. Ну и ладно. Не будем. Значит, я просто пытался здесь чем-нибудь закрыть. Мне кажется, что какое-то количество пустоты, если бы оно возникло на этой обложке, оно бы, может быть, усилило бы вот эту вот историю. Дело в том, что сейчас очень получилась ровная композиция, одинаковые треугольнички белые, одинаковые как бы закрашенные поверхности. И, наверное, действительно, можно было бы композицию обострить, сдвинув что-то. Вот, Саша, нашел, чем закрасить, я смотрю. Скомпоновав все где-то плотнее, а где-то оставив воздух. Конечно, это сразу всегда сложно сделать и за такой короткий срок. Поэтому все прекрасно. Но, может быть, не так, может быть, какой-то другой угол успокоить. И даже обратите внимание, что сейчас Саша убрал вот эту вашу шутку, без нее стало спокойнее. Да, да. Она немножко, она просто не отсюда. Ну да. Вот. Действительно, иногда хочется все-все-все так вот равномерненько распределить, и часто это очень хорошо. И такой дизайн он успокаивает. так. Но нам иногда надо не успокоить, а наоборот как-то возбудить нашего читателя, предполагаемого, чтобы он просто захотел купить. Я думаю, так, надо сделать так, чтобы читатель в книжном магазине, где много-много разной степени прекрасности книг стоит, взял именно ту, которую сделали. Что, чем-то зацепить. Так. Спасибо большое, Светлана. Молодчина. А давайте, знаете, сразу я скажу, что делать с этими обложками. Скажи. Мы, нам уже все очень нравится, давайте тогда так. Настя вам потом напишет чего-нибудь, спросит ваши какие-нибудь инстаграмные имена, чтобы мы вас обязательно отметили. В случае, если вы захотите, чтобы мы опубликовали ваши работы. Если не хотите, то, конечно. Да, но если кто-то из вас, например, хочет еще свою обложечку положить на какой-нибудь мокап, как вот некоторые сделали, то вам потребуется еще немножко времени. И вот в этом случае вы просто в эту же папку положите новую картинку, а старую, например, удалите. Я думаю, что сутки точно у вас на это будет. Единственное, как связаться с Настей, если этот чат тоже закроется. А вот Настя пока подумает, как это сделать, чтобы мы не растерялись. И мы идем к Марии Первенцевой. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что вы с нами сегодня. Хороший какой. Это шрифтовая, да. Там следующая уже с иллюстрацией, с картинками. Красиво. Мария, трудно было работать? Ну, вообще, да, потому что у меня нет опыта, ну, не так много опыта в верстке, обложке или книг, поэтому я готова. Тем не менее, справились. Да, тем не менее, справились. Мне кажется, очень неудачным вот этот вот кусок, значит, вот там стрелочки вот эти оказались, то есть, действительно, похоже на список. Понятно, что там, может быть, что-то сдвинулось, но вот это какое-то возникновение этих стрелочек даже интереснее. Кажется, что этот список какой-то не совсем упорядоченный. Я бы чего не делал, Наташа, со мной согласиться. Я занервничала по поводу вот этой странных дырок, потому что выключка по формату, но такая дырявая, да, и это не здорово. То есть, эту игру либо надо жутко обострять и на этом прямо все строить, либо так не делать, потому что не очень это здорово и не очень не очень Даташа имеет в виду, что, например, поставить левый флаг. В данном случае, да, левый флаг, либо с переносами сделать текст. Ну, ничего страшного, если большой текст стоит с переносами, тогда за счет этого вы получите более ровный набор без дырок. Кстати говоря, тут понятна ваша идея сделать симметрию, но у шрифта, у текста есть особенность, он идет из одной стороны в другую и вот рваный край правый это некоторая особенность. Нет, но вы же здесь не боитесь поставить внизу флаг. запросто здесь можно было бы, то есть абсолютно симметричнее обложки все равно никогда не будет, но только если это группа АПА. Вот. И, в принципе, симметрия это хорошая вещь, но она не всегда нам нужна. Иногда симметрия слишком статична и не дает нам не затягивать внутрь. Ну и справиться с короткой строкой выключкой по формату крайне сложно и почти стопроцентно обречено на какие-то проблемы. Поэтому, наверное, не стоит. Либо действительно это уже какой-то такой эдакий ход, который уже прослеживается во всей обложке и его надо отыгрывать тогда по полной. И еще я бы посоветовал чуть повнимательнее смотреть на пробелы, чтобы они не были слишком одинаковыми. Пробелы имеют, Саша, в виду, я думаю, расстояние между картинками, между большими массами, не внутри текста, не внутри блока, а именно между картинкой, блоком текста, они все действительно такие ровненькие, но не одинаковые. Я бы сейчас их нарисую, смотрите. Они близкие. Раз, два, эти. Они прямо одни и те же. Понятно, что какие-то, возможно, недоравнялись у вас, но какие-то явно случайно получились. Вот, например, которые сейчас Саша рисует и тот, который над ним. Стоит минимизировать, наверное, либо так радикальнее подходить, например, каждый в два раза больше предыдущего. Чуточку монотомно. То есть, мне кажется, что тут достаточно что-то немножко сдвинуть, например, вот этот там столбец поставить по уровню вот этого столба и, может быть, она сразу станет менее уравновешенной и более динамичной. Вообще, это хорошая штука. Покажи еще раз вот только. Сейчас я только убью свои рисунки. Любишь рисовать. Хорошо, что-то. Здесь более такая глоб из-за крест получился, но я не знаю, чем дать. Почему нет? Здесь та же проблема вот этого центрального столбца с дырками, которые очень привлекают внимание. Я думаю, что даже если бы и здесь действительно был бы флаг, флаговый набор, в общем-то, все равно бы крест сохранился бы и, может быть, я бы повнимательнее посмотрела бы на какие-то такие места, потому что вот чуть-чуть на небольших каких-то сдвигах сейчас построено либо надо добавлять еще где-то такой странный сдвиг, либо чуть-чуть радикальнее развалить, либо наоборот подравнивать. Чуть-чуть двинуться в какую-то конкретную сторону, конкретику. Мария, ну вы молодец. Ну отлично, за такой короткий срок. Очень хорошо получилось. Две таких напряженных обложки. Все. Спасибо большое. Зачет, что называется. Двигаемся дальше. Следующий у нас Оля Павлова. Вот две обложки, какие-то очень красивые. Можно сразу читать. Кто-то полосатый про Гарри Поттер. А, Гарри Поттер? И полосатый архитект. Да, почему нет? Прекрасная тема. Так, Оля, вы с нами? Гарри Поттер и методы рационального мышления, да? Ага. Оля, нет у нас связи, но хочется сказать, что они обе хорошие. Я тут. Вот я забыл. Здрасте, здрасте. Слушайте, они... Чего? Не разглядела, звук хотел включить. Ага. Как вам работалось? Ой, вы знаете, вообще за 20 минут стресс. У меня были, конечно, образы в голове там про полоски, про все остальное, но я подумала, что я за 20 минут не успею, поэтому я просто стала текст, как бы безумствование и без чего-то просто делать, как бы, структурировать хотя бы полосками. Это очень хорошо. и не умничать насчет шрифта ничего, потому что вроде полоски и архитектура должна быть такая ламинарная, поэтому и ириал без засечи, без всего. Идея была так, минимализм в 20 минут. Отлично, да. Дело в том, что у вас как раз и полоски получились, вы специально не старались. И они не иллюстрации. И они не иллюстрации, да. Вот это очень здорово. Мне, честно говоря, нравится. Смешные, да. Они получились странные и даже вот при таком совершенно, значит, каком-то шрифте ириал как раз в этом есть такая какая-то бесхитростность и, не знаю, мне, вот я бы такую с удовольствием открыл бы. Очень интересно, что внутри. Мне внизу, а предыдущая картинка не внизу, а слева, мне понравилось сочетание этих двух картинок хороших получилось. Оно заставляет задуматься, что там происходит, что для архитектурной книжки, мне кажется, такая интрига, она полезна. То ли это уже одна картинка, то ли это две картинки. Цепляет. Да. Здесь, кстати говоря, у Ольги есть очень хорошие контрасты. Во-первых, и размеры шрифта, да, то есть они везде видно, что каждый раз немножко понижение на какой-то определенный размер идет. Я надеюсь, что Поттер и вот это это один размер. Было бы хорошо. Да, по-моему, да, потому что я тоже за счет того, что 20 минут я выбрала простой шрифт и три размера шрифта. Отлично. Двой молодец. Специально. Я подумала, что я не успею, пока я там, пока у меня там что прогрузится, пока чего. Вот, поэтому вот, простое решение, полоски, вот как бы вот так. простой шрифт и минимум выразительных шрифт. Вот мне, кстати говоря, очень нравится, как вот в нижней части шрифт стоит. Смотрите, он, да, конечно, катастрофически близко к краю и вот в реальной. Ну, я бы сказала так, на нашем курсе книга 2 я бы прицепилась к этим расстояниям, просто чисто технические это трудно выговорить. они скорее всего либо подрежутся, либо наоборот. Ну, там сложности, но это мы говорим как раз на курсах, но по ощущению, по ощущению хорошо. Я просто добавила бы сверху и снизу немного воздуха, чуть-чуть, и мне кажется, это только бы успокоило и конкретизировало бы эту обложку. Но само расположение вот этих вот строчек в этих двух белых прямоугольников, мне кажется, очень хорошее. Ольга, спасибо вам большое. Спасибо. Очень здорово. Спасибо вам за это упражнение, на самом деле. Оно так бодрит. Отлично, да. И главное вот что, не только то, что мы тут говорим вот про каждого из вас, смотрите на то, что сделали остальные участники. Вот это, мне кажется, самое важное. Вы все смотрите, кто как вот среагировал. Имея абсолютно одни исходные данные, одно время. Разве что, разное количество слогов. Разве что, да, слогов разное количество. наша начальница. Настя Нечапаренко. Ну, Настя, ну вообще красота какая. Еще шрифтец какой-то клевенький нашла. Еще и комментировала в чате. Да. И макап. Ну, Настя, расскажи, как получаются такие хорошенькие картинки. Жутко. Стрясало, конечно, опять было, но здорово очень. Даже не знаю, как ты все сначала накидала, а потом композицию устраивала. И все очень быстро, быстро, быстро даже подумать не успеваешь. Значит, оно просто где-то в руках уже знание. А вот руки уже все умеют сразу компоновать. Вообще, вот Ольга правильно сказала, что это упражнение, оно просто имеет какую-то практическую пользу, совершенно независимо от того, пойдете к нам учиться или не пойдете. Но вот как-то быстро собрать волю в кулак и действительно, может быть, дать, отключить немножко сознание, дать рукам самим сделать, как в случае с Настей, иногда полезно. Потому что бывают случаи, когда наша интуиция умнее, чем наш ум. Настя, очень красиво. это не просто быть умнее ума. Давайте посмотрим за мной. Настя, хвалим, очень красиво. Так, ну, тоже неплохая. Тоже неплохая. Ну, предыдущая поострее. Да, такая прямо ого-го, а здесь немножко все ровненько. Здесь вот этот шрифт, он все-таки такой немножко стал фактурой, которая просто покрывает поле. И я не уверен, что читатели будут прямо в него вчитываться, пытаясь оттуда информацию достать. А вот в предыдущей там прям каждая строчка явно является нужной. Да, ничего нельзя убрать. И ничего не хочется подвигать. А вот в этой есть вопрос. Ну, отлично, молодец. Ну, еще и успел столько организационных дел сделать. Двигаемся дальше. Михаил Лычковский. Знаете, большое спасибо. Михаил, вообще. Ну, я помню, Михаил вообще всегда очень быстро работает. Не первый раз знакомый. Классно. Михаил, как вы так быстро все сделали? я не знаю. Я не знаю. Я обычно три срачки по час сравняю. Но у меня не получилась первая штука. Я вообще сделал проточечную архитектуру, поэтому я делаю полоску, полоской проще работать. Да? Да. Ну, вот Михаил, видите, он как бы с одной стороны в себе не уверен, а с другой стороны делает... Кстати говоря, вот интересно, здорово, что у вас тоже есть сочетание букв. Мне кажется, что из-за того, что здесь оно не нарушает общую геометрию обложки, и вот просто эти буквы здесь и были, ну, просто так получилось. Мне кажется, что это нормально. Просто очень органичное сочетание получилось, которое замечаешь не сразу, к нему глаз приходит спустя какое-то время, и поэтому это хорошо. О, Наталья права. Это какая-то дополнительная награда, которую мы... То есть ты рассматриваешь, читаешь, снова рассматриваешь... О, где-то, где-то, да, на какой-то шестой секунде уже это подзамечаешь. Это хорошо. А прием, выведенный, наоборот, вперед, он, соответственно, сразу бросается в глаза. Тогда с ним надо работать очень серьезно, чтобы понять, действительно ли надо его вводить вперед, в каком количестве, и тогда, может быть, он должен быть единственным. Ну что, очень здорово. При том, что здесь видишь, судя по всему, шрифт вообще одного размера, но из-за того, что он в разных местах стоит, его разное количество, какая главная задача, главная проблема дизайнера, когда много букв, много шрифтов, может оказаться скучно. Надо так вот расположить все эти блоки, эти строчечки, чтобы их было все интересно прочитать. И корешок есть. И корешок. Вот здесь вот это произошло. Все хорошо. С одной строчкой легко, с одним словом, а вот когда много-много, очень тяжело это все удержать, чтобы оно не расползалось. Ну вот, я думаю, еще и за счет каких-то пустот. Ну и бескартиночная тоже отличная. Бескартиночная тоже хорошая. Она очень острая, здорово, когда та же композиция так ловко работает. Сработала. И так и эдак. Очень здорово. Миша, спасибо вам большое. Они обе равнопривлекательные. Класс, спасибо. Спасибо. Класс. Ну все, я чувствую, Настя это точно заберет на публикацию. Если кто-то не хочет, лучше сразу пишите. А как я понимаю, Настя написала по поводу того, куда кинуть что-то доделанное, я думаю, просто не надо кидать то, что не нужно. Все, отлично. Забрать. Мария. Мария. Горькая. Ага. Мария. Здравствуйте. Привет. Рада с вами познакомиться. Расскажите. Ой, какая классная штука. Так, вы дизайнер профессиональный. Да, я вас на плакате училась уже. Да, 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 точно, точно. Вот. И, как всегда, это для меня стресс делать что-то быстро, но благодаря таким урокам я, может быть, когда-нибудь научусь. Вот. Прихожу к вам, чтобы погрузиться в эту атмосферу. Ну, слушайте, ну, простите нас за такие... Нет, нет, это наоборот круто же. Да? Хорошо, ну ладно. Так, ну чего, какая? Вот сами скажите, первая или вторая? Ну, первая получше, ну, а вторая-то вообще за минутку что-то успела накидать. Ой, как интересно, а тебе, Наташа? А мне как раз вторая. А я нам надо вот эту с Наташей. Да. Сейчас попробую объяснить. Вот здесь, вот здесь я почувствовал тоже какую-то, некоторую детскость вот этой линии. Скорее специальность. Специальность, да. вот эта сложная форма, такая, вот как Наташа сказал, специально сделанная, текст вообще так вот не любит лежать. Вот он специально сделан вдоль вот этой линии. Это, кстати, линия непонятно, откуда взята. И вопрос вообще, с ней можно уже работать, она может быть другая, или можно искать. еще не выше? Она очень нарочитая. Я боюсь, что вот этот текст тоже вряд ли кто-то будет читать. И, кстати, непонятно, откуда начинать. Его тяжело читать. Действительно, это противоестественная для текста форма, и поэтому кажется, что он просто подрезан. А вот эта вещь крутейшая, по-моему. Маша, смотрите. Во-первых, в ней есть очень четкий какой-то графический образ, вот эти вот пузыри. Но она вполне воздушная. Абсолютно. Хотя плотная. Это очень интересное сочетание. Вы хотели сказать что-то? Да. Я перепутала. Я говорила тоже про эту обложку. А. Это я ее первой делала. Продуматься. Главное быстро. Значит, мы совпали. Ну и хорошо. Ну, это очень классная вещь. Во-первых, на эти пузыри не устаешь смотреть, потому что их не слишком много. Они разные. Есть пузырь, как фрейм, есть овал, как сама картинка, и здесь картинка. А еще внутри них живет какой-то текст, который уже в виде палочек. И у них внизу вот эта пустота прекрасная. И мне понравилось, как вот наверху вот эта штука устроена. Он такой очень, очень такой колючий этот кусок. а шапка сверху наоборот такая спокойная. Накрыла это и все. Здесь есть еще очень хорошие диагонали. Вот эта диагональ, вот эта диагональ, заголовка, вот эта диагональ. По-моему, это очень хорошая вещь. И она какая-то очень крупная получилась. Вот кажется, что это прям книга четвертого размера. Маш, ну класс. По-моему, очень хорошо. Спасибо. Все сложилось. Так, Мануилов, только я ваше имя не помню. Это я, Александр. Александр, точно. Приветствую вас. Приветствую. расскажите, как вы дошли до такой симпатичной обложки? Я первое десять минут искал приличный кириллический шрифт у себя на компьютере. Потом пять минут делал обложки, а потом иллюстратор вылетел, и я пять минут восстановил эти обложки и сохранил их наконец. Но это показывает, что так бывает. Причем могу вам сказать, что так бывает и в реальной жизни, когда действительно что-то вылетает, пропадает, исчезает, и у нас такое бывало. И то, что вы смогли восстановить их, несохраненные вылетевшие картинки, говорит о том, что вы... Что у них понятная конструкция, что вы ее помните, это очень здорово. Нет, иллюстратор сам восстановил. А, ладно, хорошо, современные иллюстраторы, они молодцы. Слушайте, конструкция действительно очень внятная и очень крепкая. Скажем так, если бы он не восстановил, вы бы смогли повторить. И это здорово. Потому что сложную композицию повторить очень сложно, а более простую и крепкую проще. И это здорово. Тут смотрите, как здорово. Вот прям на вашей работе можно рассказывать лекцию об последовательности взгляда. Картинка. Это номер один, это номер два, это номер три. Все, они в трех ступенях по размеру. Текст номер один большой, потом номер два, потом мы, конечно, глазом находим вот этот номер три, а потом идем куда остальное. либо сюда сначала, потом на автора, либо на автора. То есть выстроена очень четкая система. Да, и видимо, правильные акценты расставлены, потому что, например, скорее всего, действительно, в такой книге важно, потому что она боснийская, а не автор. Скорее всего, это нечто путеводительное, где важнее, где, а не кто написал. Мне, кстати, действительно удалось сделать так, что она сложена как путеводитель. Да. То есть мы по конструкции сразу узнаем жанр книги. Более того, даже легко допустить серийность. Это крайне важно. Не по надписи путеводитель человек это понимает, а по ощущению, по образу. Так. Ну, симпатичнее. Немножко вот этот прием как-то кажется, что он то ли недоработан, то ли лишним. Ну да, я бы качнула его либо просто от него отказалась, либо как-то сменила, если он справится. Все или хотя бы там две, допустим. А одного слома маловато, не хватает чего-то еще. Ну, хорошая. Да? Хорошая. Ну, та покрепче, конечно. Но это тоже очень неплохая. Ну, с этой просто еще надо покрутить, поискать. Ну да. Александр, спасибо вам. Спасибо. Молодчина. Спасибо вам. Очень хорошо. Так, Лена Санникова. Две картинки. Молодцы. Ой, классная. Холодный архитект. Лена. Вы с нами. Давай. Проверьте, может быть, если вы... Да. Вы, видимо, с нами. Иногда надо звук проверить, чтобы включился. О, мы вас видим, но не слышим. Да. К сожалению, не слышим. Но мы уже начнем наслаждаться. хорошее качество. Хорошая качество. Сейчас должно быть слышно. Да. Отлично. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Спасибо большое за упражнение. Вообще, это прикольно, но стрессово так. Вот. Вот. И спасибо ребятам, которые делают макапы, потому что я заметила, что я забыла поставить автора, а когда ты делаешь это на макапе, ты сразу как-то... Ну, лучше видишь структуру. Вот. Так что вот, как-то так. Слушайте, а расскажите, мне вот лично обе нравятся. Что Наташа, не знаю. Наташа тоже, Наташа согласна. Лена, а вам? Мне, наверное, все-таки вот это с белым фоном. Я делала ее первую, и когда я дошла до второй, я такая вспомнила, так, мы делаем многослойную обложку, какую-то добавить сложность в игру. Вот. Ну, когда здесь, мне тоже нравится, но мне кажется, я могла бы докрутить ее сильнее, вот сделать эти строчки там длиннее, чтобы они вот еще были такие сосулистыми, прям еще. Ну, наверное, первая большая. Слушайте, это прям совершенно понятная, узнаваемая архитектурная обложка, и, честно говоря, вот это место мне дико нравится. Это вот тут, так как это, как бы случайность, которую вы решили не бояться ее, и вот за счет контурности, вот мне кажется, ощущение льда и какой-то полупрозрачности, как нельзя лучше проиллюстрировано. То есть, вот это уже сразу нам говорит о том, что речь идет о каких-то состульчиках. Вот. И, по-моему, очень здорово, что все такое немножечко не ровное. Сюда поехало. Единственное, что я, может быть, немножко подумала бы о расположении в листе. Снизу оно сидит хорошо, вот сверху, отбивка сверху, у меня немножко есть ощущение, что то ли она, какая-то, то ли она недостаточно большая, то ли она слишком большая. И я даже, как ни странно, склоняюсь к тому, что она слишком большая. Я, может быть, повыше бы посадила эту текстовую часть. Ну, как-то подрастянуть. Немножко общий формат изображения, как изобразительного поля, не соответствует формату издания. Либо, знаете, что это, это у меня тоже возникло это ощущение, но я так подумал, что ну а что, нельзя что ли много наверху? Можно, но больше тогда. Видимо, это от того, что у вас все остальные поля очень ровненькие. Аккуратненькие. Аккуратненькие. То есть, грубо говоря, если бы у вас там буквки где-то вдруг доходили бы совсем до низа, или там вот эта картиночка тоже, например, не слушалась бы и была бы где-то здесь, то тогда вот это увеличенное пространство может быть стало бы, ну, мы бы поняли, что оно специальное. А когда эти поля действительно абсолютно одинаковые, есть ощущение небольшой ошибки. Ну и тут вариантов, если вы захотите доделать два, либо действительно ее немножко растянуть, растащить, да, чтобы это вот прямо то, что сейчас Саша рисовал, либо наоборот успокоить. здесь я немножко, честно говоря, наверное, опасаюсь вот этой истории с градиентом сверху текстом, то есть это чисто такая получается история декоративная, немножко слишком нечитабельная, прочитать это совсем пропадет, скорее всего. Может быть, я бы отказалась от этого треугольника наверху. Например, эти строчки, свисающие более конкретно и сверху, они бы, наверное, дали бы нам ощущение. Но из-за треугольника, конечно, очень она, в ней есть какая-то странность и обычность. Есть, но тогда ей противоречит внизу с головой. Может быть, да. Вот если прикрыть рукой, без него, может быть, структурнее. И тогда уже совсем странно. Тогда совсем странно. Но может быть, я бы делала крупнее шрифт. Ну, я понимаю, что его здесь много, но просто исключительно для того, чтобы хоть что-то прочитать. Здорово, что вы до такого решения добрались, потому что оно, ну, как бы не вписывается вроде в привычное представление об книжных обложках. Я даже подумала сейчас, что может, и был бы заголовок, если сажать того же кемля внизу, в правом углу, может быть, это бы тоже обострило. Малюсики, да. Потому что он очень правильного размера. В такой книжке небольшой заголовок, а все остальное неправильное. И от этого есть какой-то дискомфорт. Может быть, тогда просто можно было маленькую строчку не запустить, и этого было достаточно, и тогда, может быть, более внятная форма была бы наверху. Просто, мне кажется, чуть-чуть недотянуто. Ну, и вот подумать про пропадание текстов, готовы как бы выжертвовать гипотетическим чтением текста или нет. Потому что вот особенно с левой стороны, где светлое на светлом, ну, понятно, этого не будет видно. Это, конечно. Отлично. Спасибо большое. Спасибо. И вам мы едем дальше. Измайлова Е. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена. Нет, это еще Елена Солнцева. Отстает немножко картинка. Так, одна и вторая. Хорошие какие. С картинкой она была первая. Я хотела поработать с наложениями. Здесь есть три слоя. Это первый коллаж. Там несколько картинок. Второй – это вот эта вот вырезанная форма черная с кругами. И третий – это уже текст. Вот. И текст я хотела, чтобы дополнял вот эту вот округлость. Как-то продолжала ее, заигрывала с ней. Вот. Ну, слушайте, мне кажется, это прям такой, какой-то Ян Ван Торн. Да. В хорошем смысле слова. Она такая бешеная, но при этом… Не, ну, в общем, можно разобраться. Это все можно прочитать. Да. Очень хорошо. Мне нравится ее асимметрия. Что все сдвинуто и крупнее по центру, и эта черная форма, похожая на сыр, она съехала. Все куда-то съехала, но при этом все держится в листе. То есть она лихая, но не разгильдейская. Да, да. Вот это вторая. Здесь хотелось поддержать вот эту тему круга, сделать какой-то паттерн из текста, поддержать его паттерном из кругов. Я сейчас так думаю, возможно, вот эти вот серые кружки тоже хотелось бы в черные покрасить, чтобы они перетекали вот в это вот название архитектура круглая. Может быть, частично сливались, и, мне кажется, получилось бы так уверенно нормальненько. Да, возможно, вы правы, да. Да, порешительнее просто. Равно как и вот этот желтый текст на белом меня смущает, потому что он пропадет и, скорее всего, будет восприниматься просто как полоски. Если вы этого и добиваетесь, хорошо, если все-таки предполагается, что читатель должен прочитать, то, наверное, это слишком такой ход радикальный. И боюсь, что человек сможет прочитать только вот эту вот круглую архитектуру, круглую, да, все остальное и не заметил. Помните, что в полиграфии все немножко ухудшается. Цвета становятся более блеклыми, контрасты снижаются, поэтому мы, когда готовим свои файлы, мы должны сделать контрастней, ярче, чем... Да, на экране, на экране все выглядит ярче и привлекательнее часто, потому что и цвета просаживаются, а представить себе эту книжку, например, на полке в магазине и человек смотрит в расстоянии пять метров, она просто не будет заметна. И мы должны это учитывать. Я... Ну, возможно, вы правы, просто достаточно вот эти с цветами разобраться, понять, а может быть, и с кеглями, например, крупные, желтые тексты могут быть крупные, тогда они, возможно, прочитают. Так, отлично. Женя, спасибо вам большое за хорошие... А там прямо совсем убедительные. Так, вот еще Женя Горлова. Здравствуйте. Здравствуйте. День Жени. Симпатично. Симпатично. Понравилось вам работать или... Понравилось, но это мой первый опыт с обложками. Если вы помните, я сейчас на курсе по плакатам. Ого, да-да-да, точно. Класс. Вот. И я пока с обложками еще не работала, и вот что получилось. Слушайте, ну, очень убедительные. Симпатичные, хорошие. Да. Я должна делать как-то максимально ярко, максимально контрастно, потому что все-таки архитектура цветная, и поэтому я больше работала с картинкой. Ана. Ну, и здорово, что вы не стали какие-то безумства за эти 20 минут или там 30 с буквами делать и подошли не по плакатному, а по обложечному. Это хорошо. Да. Потому что обложка и плакат – вещи разные. Хорошо как-то распределены вот эти размеры. Может быть, немножко… Я вот не уверена, что нужно было делать таким тоненьким автора какой-то очень проседает тонкий шрифт. шрифт. То есть, смотрите, три строчки, и у них как бы три разных стиля. Да. Это светские, полужирные, а это там еще узкие, жирные. Еще и прописные, строчные многовато. вы их и так хорошо поставили. То есть, вполне автор мог бы быть написан вообще просто вот этим шрифтом. Минималистичней ваш меньше затрат, результат ценнее. Ну и в той тоже самое. Но здесь хорошо, что… Ну мне вот это больше нравится, она получилась такая более динамичная, хотя вроде бы буквки стоят точно так же, но картинка-то по-другому, и они связались с симпатичным. Мне нравится. Ну а для первого опыта-то вообще… Да, да. Женя, молодчина. Спасибо. Спасибо. Так, Лера. Валерия Бенецкая. Целось три картинки. Ага. Ну-ка. Лера, ты с нами? Ой, Слава. Я с вами. Ну я их заженила просто в конце. Чему нет? Ну-ка. Вообще сначала это, который уже супруг, ну как, пара. Это были первые две. Вот это и следующие. Ага. Мы хорошие какие. Прям приятно. Классно. Да. А, это их ребеночек. Слушайте, ну здорово, красиво. Посмотрите, большой прямоугольник. Каждая его зона разная. Здесь какое-то столпотворение. Здесь пустота. Здесь какие-то длинные палки летают. Это хорошо. Наш взгляд, путешествуя по листу, испытывает разные ощущения. и в общем-то все хочется прочитать. Хочется и здесь побыть, и здесь интересно, и здесь. Мы когда делаем обложку, мы как бы делаем парк аттракционов. Здесь повертелись, а здесь посмотрели в каевое зеркало. Смотрите, тоже как здорово. Они все очень хорошие получились. Разные. В общем, ребенок получился как бы и похож на родителей, но в то же время другой. По насыщенности и вообще. Симпатично, что здесь вниз ушла вся заголовочная часть, а верхняя отдано для более какой-то более такой читаемой информации. Классно. Ну, хорошо. Даже не знаю, кого выбрать. Маму, папу и ребенка. Все хорошие. И интересно, что они одновременно еще и на плакаты похожи. Это такое редко. Иногда бывает, когда эта книжная обложка могла бы быть легко. Ну, и реклама серии, например, просто она же. Видимо, слишком много плакатов делали. Поэтому обложка хорошая. Ну, зато видишь, как сразу это все складывается. Очень хорошо. Леру хвалим. Молодец. Молодец. украшение нашего мастер-класса. Иван Беляев. Так. Ух ты. Хороший. Иван, вы с нами? Да, да, да. Привет. Здравствуйте. Увы, какие хорошие книги сделали. Так, а там нет. Еще. А, все. Отлично. Иван, какая лучше? Ну, мне нравится, которая просто с текстом, но дело в том, что мне хотелось прям там 500 адресов. Мне хотелось где справочник путеводителя вставить адреса. Но так как я все-таки дико не могу работать быстро, потому что это для меня очень сложно в плане того, что у меня начинает все вылетать откуда только можно, поэтому вот так. Слушайте, ну вот мне кажется это очень хорошее. Очень хорошее, соответствует теме, но при этом не является иллюстрацией. Крепкая такая штука. Она очень неожиданно делит лист на две части. Это очень красиво. То есть получилась такая абсолютно двухчастная обложка, а здесь как будто бы даже обложка в обложке. Здорово, что здесь палки разные. Такое ощущение даже, что они какие-то как будто бы не прямые, а какая-то в них косина есть. такие бывают обманки. Я думаю, что вы открыли вам какое-то удивительное свойство. Она подвижная получилась, она как мультик. Возможно, из-за наклонного шрифта. Из-за сочетания толщин. Кажется, что они прям живые какие-то. Цифры хорошо стоят, очень симпатично, аккуратно. Замечательно. Хорошая, прям хорошая. Хорошая пустота и здесь, и здесь очень привлекательная. Сложилось. И в ней есть такая трагедия какая-то. То есть здесь чувствуется, что вот либо это здание, которые там как-то были разрушены, какая-то с ними история. Это хорошо. Вторая вещь тоже симпатичная, очень, но та, по-моему, посильнее. Ну, я, может быть, отказалась бы от серого цвета и ушла бы, если я правильно понимаю, что это серый. Мне кажется, совершенно спокойно можно делать черным. И тогда даже вот эти фотографии будут более сложные по тональному решению. может, она немножко сложновата. То есть здесь вроде не совсем поймешь, где эпицентр. А я поняла, меня немножко смущает разведение вот этих двух крупных заголовочных частей. Может быть, их можно было бы вместе ставить, чтобы в одном месте крупно стояло. Немножко сейчас такое равновесие произошло. Да, то ли здесь самое интересное, то ли наверху. Начинаешь метаться. В этом смысле вот та более внятная, конструктивная, хотя вроде бы вообще из двух частей, но все понятно. Одна, вторая. Мы как бы даже разом их считываем. Тут вот немножко многословно. Ну вот я сейчас просто попробую прикрыть. А ты даже уже прикрыл тогда вот А. Ну или так же. Вот смотрите. А убери вот эту нужную. Я прикрыл кусок и сразу вот чище это ваше место стало либо наоборот дико важным. Вот. Вот самая красота. Либо наоборот. Да, я уверен, что если наоборот сделать, то тоже неплохо будет. Смотрите. Вполне. Тоже очень хорошее получается. Может быть вот так вот. Пострее. Ну вот. А так они как бы два ровненько взаимно друг друга немножечко обессиливают. Вот. Иван, спасибо вам большое. Очень хорошо. Спасибо. Прям замечательно. Хотя сложно за такой короткий срок, но получилось. Ой, квадратно. было уже. У меня даже много там квадратов было. Так. Так, идем дальше. Алена. Здравствуйте. Здравствуйте, Алена. Привет. Я увидела на фотографиях такие вертикальные линии. Мне как-то хотелось их подчеркнуть текстом. я не успела поэкспериментировать прям излишне. Вот. На бложке немножко другой вариант. Который следующая картинка. Ага. Сейчас немножко у нас подтормаживает. Ага. Красиво. Хорошая. Очень хорошая. Я бы только не ставил квадратик в конце, Ален. Я в конце уже добавила, потому что подумала, что там остается немножко пространство, возможно, какое-то концертное. Ален, хорошо. Тут же смотрите, у вас уже много блоков, у вас уже много тут квадратиков. И вы эту квадратную историю уже рассказали очень хорошо. Вот как раз мне нравится в этом смысле очень симпатичное вот это место, где картинки так аккуратненько одна съехала относительно другой. Такое очень изящное решение. И поэтому вот эта блокировка, она грубовата просто. Наверное, без нее будет спокойнее. И там приятные наклоны буквы А. То есть это была бы не прямоугольная дырка, а такая трапециевидная. Все очень симпатично заползало бы одно в другое. Текст как растение. Вот он растет, как хочет. Вот в слове архитектура вот такое количество букв. Ничего тут не сделаешь. И там получается пустота. Я бы сказала, что честнее было бы архитектуру тогда увеличивать и ставить, если вам очень надо в блок ее ставить крупнее. Но я бы не делала это вообще хорошо. Да, мне кажется, там вот это просто уберите этот квадратик, если вы с нами согласитесь. Пустота была бы очень красива. И здесь, кстати, тоже мне единственное, что резануло, пожалуй, вот этот квадратик. Потому что он начинает то ли как буквы читаться, то ли как... Знаете, он такой важный, он главный-главный получается в этой обложке, при том, что он единственный не несет никакой смысловой нагрузки. Да, специально немножко получается. Вообще, вот в дизайне вот это понятие специальности, оно, ну, когда человек специально что-то сделал, постарался, да, часто это выглядит, ну, ну, как бы легкость теряется. Вот лучше, когда ты вроде ничего не сделал, да, просто расположил тот материал, который тебе дали, ну, просто в нужные места. Ну, не говоря о том, что у вас прекрасный материал, красивые фотографии и буквы, это тоже красивая форма. И об этом нельзя забывать, особенно когда они крупные, да, либо форма блока текста, либо прямо каждые отдельные буквы. И вот смаковать как раз это надо. Ален, вы большой молодец. Молодец, отлично. Хороший результат. Спасибо вам большое. Очень эффектно. Так, Юля Ратникова. Юлю знаем. Здравствуйте. Здравствуйте. В общем, я подумала о волнистой архитектуре, поэтому я решила использовать такой вот декоративный волнистый шрифт. И одна обложка получается без какой-то картинки, а другая с такой картинкой, но я ее немного перевела в такое черное пространство и скруглила из-за этого вместо квадратных фотографий и решил использовать более скругленные формы. Да. Ну чего, симпатично. Симпатично. Мне только показалось, что немножко, может быть, многовато событий. Вот может на одно событие меньше. Смотрите, раз событие это вот эта пара с волнистым шрифтом. Хорошо. Второе событие это вот эти вот строчки. Тоже хорошо. Третье событие это вот этот блок. Но в нем уже начинаются сложности. Вот надо подумать, нужны ли они. Ну еще изображения. И здесь то же самое. Здесь даже чуть больше. Да. Здесь очень хорошие, например, например, убрать вот просто вот этот жирный. Усилием воли. Или убрать вот этот блок. Или убрать маленькие. Много персонажей. Много персонажей. Да. Мы не успеваем разобраться в этом спектакле. Но в целом это очень интересно. Это явно какие-то крупные книжки такие, какие-то альманахи или какие-то журналы. Что тоже в общем вполне попадает под нашу тему. Очень симпатично. И мне нравится, что картинки перестали вообще нести какую-либо информацию. Это говорит просто о какой-то архитектурности без конкретики. Ну а почему интрига? Интрига. И эта дурацкая волнистая надпись это очень забавная. Почему нет? Да. Такое впрямую изображение. В этом есть юмор. В этом есть юмор. Главное показать, что вы это не серьезно делаете, а как бы что вы осознаете эту странность не для красоты, а осознанно. Немножечко ирония. Да. Спасибо. Спасибо, Юра. Шабаева. Нужно имя? Как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Ира. Ира. Очень рада сегодня быть с вами. Да. Вот у меня основная загвоздка была очень много времени потратила на поиск картинки подходящей. В итоге так и не нашла. и поэтому вот все остальное, всю остальную работу делала бегом. Особо на эксперимент уже времени не оставалось. Вот что-то такое получилось спокойное, монументальное. Здорово. Я уже не впервые от вас слышу, что из-за отсутствия времени не удалось поэкспериментировать. Очень радует, что было мало времени. Это здорово. То есть вы вынуждены были быстро сообразить, быстро поставить и не метаться, потому что, конечно, особенно компьютерная эпоха, она позволяет делать что угодно, миллион раз подсохранять под новыми названиями. И надо сказать, что дизайнеры, которые только начали работать в компьютерах, когда компьютеры появились, в нашей стране это точно у меня на глазах происходило, думаю, в других странах тоже, люди, привыкшие к каким-то таким работам, когда он сделал и ничего уже, вариантов, времени на варианты нет, они стали метаться и делать кучу вариантов и подчас варианты эти не самые удачные. А когда мало времени и так надо прям конкретно сделать, получается очень ватуасно, надежные две обложки получились, такие очень конкретные, мне они обе нравятся. Очень спокойные, но не скучные. Смотрите, как тут идеально у вас последовательность смотрения. От картинки идем к крупному тексту, от крупного текста, ну, видимо, я вот куда-то сюда пошел, отсюда куда-то сюда. Потом к тому, которое хуже всего читается, ну, мне кажется, очень симпатично. Ну, может быть, кто-то начнет с крупного текста, но потом сюда пойдет, потом куда-то может сюда, потом сюда. То есть очень вот эта ступенчатость внятная, и она хорошо усилена даже диагональками. И та хорошая, Наташа, смотри. И та хорошая, мне очень она понравилась, как раз, я той порадовалась, очень конструктивная, такая, как бы простая форма, но все там непросто. Симпатично, эти мелкие буковки сидят, сбитые, симпатично, что они сидят по центру, там, где-то, может быть, недовыровнено немножко, но это время. И даже я бы сказала, то, что в каких-то ситуациях я предлагаю, например, поставить не по центру, а прибить кверху или книзу строчки, вот здесь очень хорошо они сидят, потому что крупный текст их держит. Ощущение, что это прямо какие-то либо кирпичи, либо какой-то микрорайон, какой-то такой, то есть это действительно очень архитектурно, если показать эти книжки, мы поймем, про что, даже если бы мы не знали из-за. Отлично. Ирина, спасибо большое за тоже комментарий. Спасибо большое. Олесина. Да, давай сразу обновимся. Да, давайте обновимся, запомним тему. Здрасте, здрасте. Здрасте. Добрый день. У меня несколько штук. Ага, а вот я и подозревала. Сейчас мы сползем ниже. Вот, Олеся. Вот. С картинками была первая, она была мучительная, а все остальные без картинок, они были веселые. Сейчас она у нас просто уползла. Еще тоже бежала. Вот. Все, словил. Угу. Ага. Ой, красиво. Хорошая. 20-й питон. А давай сейчас все посмотрим, чтобы... Олеся, 4 лет, да, или сколько? Да, 5. 5, ага. Вот это моя любимая, она такая... А какая была вот предыдущая, да? Или вот эта? Нет, нет, нет. Где сверху заголовок? Где номер 3? Ага. А почему? Она самая простая, как листовка, но она, не знаю, греет сердечко. Это уже неплохо. Потому что 5-я была. А нет, все, да? 4. Это уже не мое. Значит, 4 было. Ага. Слушай, ну, хорошее. Ну, вообще, в этой... При ее простоте есть какая-то внятность энергетическая. Вот из-за того, что отдельные все эти штучки. И даже вот в этом ненавистном нами с Наташей сверхтонком шрифте, мне кажется, тоже есть определенный кайф. Наверное, в таком количестве он становится уже... Переходит в какое-то другое качество. Наверное, так. Да, да. Я согласна. Это такая самая неожиданная явно для умных людей книжка почитать. Ну, это тоже неплохая. Здесь что-то у меня есть ощущение в этом повернутом под углом блочке, что он не там сидит. Что он и не по центру, и не наверху, и не внизу. А может быть, его вообще не нужно. Я его шевелила и выбрала вот этот. Он странный. В общем, непонятно. Здесь немножко слишком много всего. Здесь и ровные цветы, и выворотка, и цветные, и не цветные картинки. Я думаю, немножко много, немножко они не собрались в композицию. Я бы сказала, что даже уход от цвета, может быть, уже успокоил бы. Ну и, конечно, это смешной текст, который уже, наверное, прочитать нельзя мелкие-мелкие под углом. Но как-то волнительно, что его нельзя прочитать. При том, что есть вот этот блочок текста, где полосатый бетон, это не только материал и так далее. Он такой очень правильный по размеру, такой вот даже перекрупненный. Вот все немножко из разных книг такое ощущение, что это немножко остаточки откуда-то собраны. Вот этот бы еще под случай. Может быть, еще недостатком является слишком вот это тоже одинаковое белое расстояние. Да, оно такое немножко монотонное. Я бы сказала, что вот этот прямоугольник, полосатый бетон на серой фотографии белые буковки, ну, тут вопрос, как они сидят, эти буковки, уже как самостоятельная обложка могла бы быть, если убрать вообще все остальное. То есть вот только вот та фотография, с надписью вывороткой, она чище была бы. А вот это немножко все переусложнено. Ну да, это мишанина какая-то. Но они все такие разные. Вообще, как можно успеть за такой короткий срок четыре разных обложки? Молодец, молодец, молодец. Быстро работает. Спасибо большое. Вам спасибо за задачу, она очень крутая. Спасибо вам большое. Спасибо. Оксана, смотри, какие-то красивые. Я немножко упустила момент, что нужно было одну из них делать без фотографий, поэтому у меня обе с фотографиями. Ну, бывает. очень хорошее такое. Ну, конечно, это на грани читательности, будем чувствовать. Но привлекательно. Но привлекательно. Это такой, знаете, раздражающий элемент, который, в общем, а почему нет? Особенно в современном искусстве, как известно, раздражающие элементы очень даже работают. Вот то, что дискомфортно, оно, то, что цепляет, так вот, оно может сработать. Мне показалось, что, может быть, вот превращение самого шрифта тоже в плавную линию тоже чуточку упрощает. Потому что вот плавность архитектуры уже вот здесь вот. Ну, и мне, кстати, нравится вот эта завязка плана и букв. Странная история. Странная история, многослойная, неожиданная. И к ней, конечно, вполне можно успокаивать заголовок. Вот ее очень приятно распутать. Это такой прямо вот расчет на человека, для которого это не первая будет книжка, а там какая-то уже двадцатая. Она его не напугает. Да. А вот здесь вот немножко кого-то мы впервые человека познакомили. Очень боимся, что его не заинтересует эта книжка. Что он такой... А вот если даже прикрыть рукой вообще эту плавную архитектуру слева вообще убрать, уже намного стройнее получается. Давай сейчас мы ее. Да. Кстати, может быть, она не должна на всю... Да, может быть. На всю страницу. Возможно, человеку вдохнуть в воздух. Ну вот. А вот это очень красиво. Да. Как-то действительно может чуть-чуть, попроще, может помельче. Может просто помельче написать, не растягивая на весь формат. Да. Вот по пятну так аккуратно. И тогда вот эта ценность вот этого вот странного узла, она будет очень... намного выше эта ценность получится. Спасибо большое. Стало лучше. Да, давайте проверим, не пропустили ли мы кого-то. А вот. Вот пропустили. Трушенков. А скажите, друзья, мы, наверное, кого-то пропустили, подзалили потом. Можете честно признаться, устно или письменно? Можно меня посмотреть? Я в это попозже... И меня, пожалуйста, посмотрите тоже. Так, запомнила? Тогда мы прям двигаемся и просто ищем. Да, потому что здесь немножко... О, Марию нашли. Марию нашли? Отлично. Три картинки Марины. Да, там одна просто с двумя обложками. Я ее потом могу удалить, потому что одно и то же получается. Так. Симпатично. Как вам работалось, Маша? Очень тяжело, потому что тоже такой человек, когда быстро сложно работать. Я всегда все делаю очень долго, и это прям было... Ну, нервно было. Слушайте, ну, по-моему, сложилось. Не знаю. Вот этот шрифт, несмотря на то, что он подрезан, ты выхватываешь... А он очень такую интригу создает. Он подрезанный, но крупный, и знаковые слова я оттуда вылавливаю. И если меня эта тема волнует, что-то вот эти слова меня зацепят, я захочу это почитать. Да, да. Равно, как и на правой. Так же вот работает это вот. Интересно. Мне нравится. Может быть, тоже немножко вы перестарались с поиском разных стилей. И жирный, и тоненький наклонный, и сверхтоненький. Мне кажется, здесь вот так хорошо им нашли разные места, что это может быть не три, но хотя бы два разных стиля. Этот, например, не делать узким, не делать наклонов, чтобы они как-то... Чтобы родственные связи были крепче. Если все разные, то как бы рифмы чуть меньше. А если они похожи два стиля, или три стиля, и у них больше каких-то общей жирности... почему-то зависли. Я не слышу вас. Я тоже вас не слышу. Мария, вас слышу, а их нет. Да, это смешно, что зависли именно Александр и Наталья. Да, к сожалению. Я вообще испугалась, что это... У меня что-то такое. Нет, нет, нет. Это... К сожалению, они зависли. Самоорганизуемся. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Ура, мы вернулись. Простите, мы выпали. Простите. Испугались. Ну, я испугалась. Мы тоже очень испугались. Спасибо, что вы нас не бросили. Спасибо. Так, значит, мы возвращаемся к Марии. Правильно? Ну, мне кажется, мы, судя по моему телефону, который вылетел, мы какой-то с тобой логическую ноте... Да, мы на логической ноте вылетели. В общем, ничего более полезного, чем уже сказано было. Точнее, мне одного мы не сказали. Короче, Мария, вы молодец. Мы испугались и сделали. И получилась, кстати, приятная серия, которую можно развивать. Вполне. Спасибо. Спасибо большое. Плагодарим вас. Так, движемся дальше. Кого еще у нас мы прозевали? Вот, например, Байрама прозевали от нашего дорогого. О, Байрама, красиво. С нами ли он? Странные такие. Ага. Хорошие. Байрама кельцы нет, потому что она ему вообще не нужна. И хорошо. Смотри, получился... Байрам не с нами. Байрама что-то я не вижу. Ну и все. Просто так, давай, Наташа, хвалить. Хороший обложки. Мне очень понравились тоже подрезания этих номеров. Это действительно получилась обложка серийная, то есть какое-то там ежемесячное издание, но отлили. И там раз в декаду издается очень хорошее, симпатичное. И надо сказать, что вот этот повтор этой формы странной, линзообразной, да, или как глаз, она не утомляет. И даже я вполне могу представить себе еще несколько с такой же штукой. Как ни странно, если удастся ее отработать, то вполне. Смотрите, дизайнер этой обложки сделал очень интересную вещь. картинка абсолютно симметричная, текст симметричный, слово симметричное, но Байраму поставил прописную букву в начале и точку в конце. И в итоге вот это слово, оно стало асимметричным. То есть это единственное... И номер симпатичный, не по центру. И вот в итоге возникла вот эта диагональ, которая... без нее было бы ну чуть проще. Не было бы такой изюминки. Хорошая учила. Арама Гафарова благодарим их. Так. Вот. Веселая архитектура. Ксю. Да, да, это мы ее. Привет. Ага. Так. Ну что ж, веселая... Ой. Веселая архитектура. Веселая архитектура. Вполне себе веселая. Как работалось? Ну, было, в принципе, нормально. У меня обычно нет идей, если я как бы быстро работаю, если долго сижу. Поэтому было нормально. Усобых идей. Вот. Так. Ага. Включи. И вот это. картинка настолько уже эту веселость в себе несет, что может быть, ей даже и нужно ли ее увеселять еще. Увеселять еще. Ну, а улыбка, как бы это вроде не имеет отношения к архитектуре. мы и так ее видим уже. То есть, может быть, вы просто чуть пересластили немножечко. Перевеселили. Перевеселили. Да. Может быть, она, мне кажется, что теряется немножко вот эта вот сюрность этой формы за счет того, что еще возник цвет, глазки. потому что вот это само по себе ну, смешно. Стало на дыбы универмаг. Вот. Может быть, наоборот, какая-то чуть большая строгость к такой динамичной картинке сделает ее как бы смешнее. Грубо говоря, знаете, там клоун выходит и делает какие-то смешные вещи. Вот если он при этом с каменным лицом, это смешнее, чем если он хохотал, если он хохочет, показывает, где надо смеяться. Пожалуй, да, я согласна. Ну вот. В этом смысле вот здесь как бы, мне кажется, правильнее. Картинки нет, поэтому вот это веселье надо передать, и вы его передаете цвет моноклоном. Ну и можно просто, наверное, еще эту позицию подвигать, чтобы она стала, может быть, ее плотнее буквы ставить, чтобы она таким объектом стала. Немножко потому что равномерные получились белые. раз, два, и вот эти такие. Больше веселья будет, если сделать их менее равномерными, эти пустоты. Такая она получится. кутюрьма. Но мне кажется, что если вот эту кутюрьму сделать просто плотнее, компактнее, то тогда все, что нам белого останется, будут где-то вот тут какие-то пятна, и они удержат как на постаменте такую скульптуру. Ну и почему нет, в конце концов, мы в состоянии прочитать, что это веселая архитектура, скорее всего. Возможно, для детей книжка про архитектуру. То есть я как потенциальный покупатель, и если у меня, например, есть маленький ребенок, вполне могу заинтересоваться такой странной сочетанием. Вроде детская книжка, но слово архитектура взрослая. И возможно, мне как желающий рассказать что-то интересное, новое ребенку, меня это зацепит. Вообще, очень трудную тему. И вы, конечно, очень смелая, потому что обычно такие архитектурные книжки, они про что-то серьезные. А здесь вот такой вот, а почему нет? Доиграть. Если у вас будет интерес и желание вот эту вот обложку доиграть, как бы... Слушайте, я бы и вот с картинкой меньше бы шутил. Чуть меньше бы шутки такой литературной. А мне кажется, здесь достаточно уже гибкости вот этой формы. Странного здания. Уже все так не бывает и уже заставляет задуматься. Может, просто вот это слово веселое, потому что огромные буквы на заднем плане. это просто черные. Спасибо. Спасибо. Подожди, вот Ева. Вот еще тут медиа. кто там? Елена. Елена. Видимо, Елена на корне у меня загорелась. загорелась. Но мы не слышим. Да, звук просто. Со звуком не так. Да, ну, а мы тогда так скажем. Да, если можно, мы так скажем. Красивый диагональный. И она такая, знаете, очень прозрачно-стеклянная получилась. Возможно, вот эта вот надпись немножко слишком стоит прямо как в каком-то официальном документе. Есть ощущение совпало с прямоугольником. правильность такая, ее расположение в прямоугольнике. Нет, Лена. не слышим. То есть какие-то звуки есть, но извините. А вы напишите слова. Да, вы можете сказать сейчас. А мы тогда еще поговорим. Вон, например. Нет, напишите, Лен, пожалуйста. Пишите слова. Пишите текстом. Мы тогда выключим звук, а то там такие немножко тоненькие, тоненькие писк получается. Значит, наклон, по-моему, отлично. Наташа абсолютно права. Мне кажется, я согласен. Вот, когда попадает текст в прямоугольник, кажется, что он там остался. Действительно похоже на какой-то... Да, хотелось прозрачности. Согласна, получилось. Мне кажется, что просто надо было сдвинуть, чтобы это как бы не совсем попадало. И должна я вам сказать, что я думаю, черный шрифт нисколько не снизил бы прозрачность. Не надо бояться черного цвета. Серый цвет как раз очень сложный, потому что понятно, что оттенков много, и он может нести совершенно разную эмоцию. От почти черного до почти незаметного через нейтральный сложный, серый сложный цвет. и мне кажется, у вас этого сочетания картинок, поворота, такого отсутствия прописных букв, например, в надписи стеклянной архитектуры достаточно для того, чтобы это было такое хрупкое все. Но при этом крепкое, потому что это не про посуду, это про архитектуру. Да, мне кажется, что чуть-чуть вот и найти какое-то более, какое-то, скажем так, не такое ровное место, действительно, сдвинуть даже просто наверх и будет уже справедливее. немножко слишком он стоит как штамп. Ну, это хорошо. Да, эта история хорошая, вполне такая хрупкая и вполне, да. Отлично. Я надеюсь, что это не было очень мучительно. Да, очень хорошо. О, там у нас еще ничего себе. Дмитрий Орлов. Даже Дима Голсана я смотрю, чего-то сделал. Так, это очень хорошо. симпатичная. Симпатичная. Желтая. Хорошая. А вы с нами, Дмитрий? Да, да, здравствуйте. Спасибо за такой классный вечер, вообще очень формат просто. Спасибо за то, что присоединились. очень прям приятное, интересное испытание. Мозг взорвался. Вот, я начал просто с того, что стал искать. Я придумал идею, тему стал искать, искать, а потом меня вдруг переклинило, и я подумал, что я не тот кем ищу, хочу другую. В общем, у меня половина времени ушло на то, что я просто сменил тему. Я буквально там, не знаю, за последние три минуты сделал облаку. Хороший брутализм. Хорошая, хорошая. И такая красивая. Да, но это такая очень читабельная вот та вот вторая, ну, потому что желтые по фотографии, конечно, штука сложная. Потерялась. Да, ну, тут как бы либо вы на это идете, и, в общем, ну, что-то есть, кто хочет, пусть разбирает, либо надо как-то придумывать, как с этим справиться, потому что если вообще не обращать внимание, что там желтая, то по композиции очень хорошая история, может быть, просто там не нужен этот уже текст. Красиво, что такой тяжелый низ и легкий верх. Я, правда, вот смотрю на эти фигуры наверху, и что-то не могу их себе объяснить, что-то мне они кажутся, что они просто какие-то декоративные. Позвольте, я вот так сделаю на время. Хотя они по времени вот этому брутализму соответствуют. Они дают нужную эмоцию. Извини. Я тоже за то, чтобы все убрать, но в данном случае, мне кажется, оно складывается. Время передает. Вот эта странная графика тонкая, она очень соответствует брутальной физике. Тогда так. Если вы хотите графикой обложки намекнуть на этот стиль, вы его помните, это крупные, бетонные, такие, часто несуразные, какие-то прямоугольные, округлые формы. и в дизайне, мне кажется, 70-х годов бывало такое, что прям вводятся какие-то геометрические фигуры. Тогда все ок. Хорошие, они две крепкие и очень... Если вы их быстро еще к тому же сделали, класс. Спасибо. Ну, я как бы вообще не думал, что делал, просто шел. Ну, это классно, здорово, классно, что вы вообще так вставите условия. Это прям очень-очень как бы заставляет, знаете, как атомы вращаться в голове с бешеной скоростью. Спасибо вам большое. Спасибо, что присоединились. Так, Дима Голсан. Так, ну вот, друзья, хватит уже работать, а то я смотрю, работы прибавляются Дима Дорогой, это с нами? Наш любимый Бурят. Слышим голос нашего любимого Бурята. Так, не слышим, не слышим. Дима. Да, приветствую, приветствую. Давайте сделаем вид, что мы незнакомы, потому что я, правда, соединился к вам не сразу, и поэтому, может быть, не до конца суть задачи понял. В любом случае, спасибо за возможность, так скажем, немножечко отдохнуть от работы в другой работе. Да, лучше, а, это уже все. У меня две картиночки, да. Слушай, мне, я не знаю, мне кажется, вот это очень крутая вещь. Повернут. Это если бы был бы макет, так, грубо говоря, построенный только на фотоматериале. Здесь какое-то хорошее сочетание двух размеров фотографий, и мне нравится очень аккуратненько один и тот же шрифт, но разного размера. И вот этот вот Датсан развернутый сохраняются его вот эти графические какие-то но при этом он меняет эту свою форму привычную. Да, да, да. Классно. Вот. Может быть, я не прав, но мне показалось тут немножко она как бы то, что Наташа называет равномерность произошла. То есть, они вот все эти шрифты друг на дружку нашли, и вот это вот какой-то пустоты, которая... Я вот как раз подумала, что я бы еще уменьшала пустоту. Совсем бы заплотняла бы такой узел. от полей вообще отказалась бы. Не знаю. То есть, как бы тогда пустотой бы стал текст вот этот мелкий. Ну да, например. Немножко такой философская история. Такие какие-то немножко вот показалось, что вот этого количество столько же, сколько этого и столько же, сколько вот этого. А вот здесь вот все так очень тонко, деликатно сделано. Где-то взрыв, да, вот этого большой, где-то маленькое, где-то маленькое, так вот прям очень музыкально. Классно. Но мне даже страшно представить себе, сколько сейчас в Улан-Удэ времени? Ну, обычное время. Димуля, иди к своей семье спать. Всем привет. Спасибо. Спасибо тебе большое. Очень были рады, что ты присоединился. Еще поболтаем. Спасибо вам, да. Так. Дальше. Бузанова. И Бузанова. Нам надо ударение. Так. Автор, выходите и говорите ваши имена. Мы вас правильно называли. Вы знали? Что картинка отличная. А картинка хорошая, да, пока похвалим. Хорошая. 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 Странная такая. А то там следующее уже. Вот это. И это такая мощная, крепкая. Мне нравится, симпатично. Мне интересно распутывать эту надпись. И при этом она читается. Да. Не странно. Ну, с некоторым трудом, но читается. И произошло какое-то вот рифму вот с этими палками. Хорошая. Нам нравится. Я вот размышлял, нужно ли наверху тоже заделывать картинкой. Я поняла. С картинкой. Может, она более перекошенная. Может быть, может быть. А может быть. Меня скорее смутило ее выравнивание с текстиком. То есть, она из-за этого ощущения, что она часть вот этого всего столба. Может быть, странно ее сдвиг бы сработал. Вот да, это единственное место спорное. я бы так легко его не выкидывала, но подумала бы о целесообразности. А в остальном все очень-очень крепко. А вот эта вот странная штука, но мне кажется, это очень так актуально выглядит. Да, явно переход на другую сторону. Или на клапаны, на крышок. Потенциал такой явно большой. Это интересно. У этой книжки даже уже сразу интересно, как она развивается внутри. Потому что это фрагмент мы видим. То есть, мы видим часть какого-то большого целого и очень интересно узнать, что дальше. Заново мы вас хвалим и благодарим. и благодарим. Спасибо большое. А если вот кого-то остался последний человек. Боже мой, Бадри. Можно мы тоже не будем делать вид, что мы не знаем такого Бадри? Красиво. Бадри, привет-то с нами? Все спят. Все спят. А надо тихо тогда. чтобы никого не разбудить. Либо микрофон у всех. Да он с нами, он шифрует. Здравствуйте. У меня микрофон не подключался. О-о-о. А Лера вывела на чистую воду сразу. Бадри приятно слышать и видеть его красивые картинки. Хорошие. Очень хорошие. Смотрите, как ритмика полосок совпала с ритмикой букв. Большой контраст крупного и мелкого. Очень как-то музыкально раскидан. И тонкая такая игра этого серого. Вот я сегодня уже несколько раз про серый высказывалась. Ну, не сердилась, но сомневалась в его необходимости. А здесь прям так изысканно все засеребрилось везде. Здесь вроде бы попроще устроено, но все равно приятно пройтись по этим строчкам. так симпатично совместились. Вот это очень хорошо. Смотрите, отдельная зона для крупного, зона для каких-то таких поземки такой. И опять, то есть, как будто это два таких крупных блока, между ними такой ветер дует. Это хорошо. Смотришь, сначала читаешь крупное, потом уже начинаешь присматриваться. Изменение масштабов. Здорово. Замечательно. Хорошие обложки, Бадри. Ну, я надеюсь, что все. Спасибо. Я надеюсь, что мы посмотрели. Мы всех посмотрели. Признайтесь. Признайтесь честно или молчайте. А я вот доскинула обложка переделанная, но если вы устали, уже, наверное, можно не смотреть. Давай заглянем. Юнонит. Так, обновиться надо. Чуть-чуть исправила. Юнонит засыпала. Ага, ага. Сейчас подгрузится. А что, по-моему, отлично. Да. По-моему, отлично. Хорошо. Просто согласна. Упростили вверх и сразу здесь стало очень вкусно. и она стала намного острее и современнее. Прекрасно. И там вторая без фотографий такая же. Вполне. Немножко вот этот стиль и этот слишком неродственные. И антиква, и другой цвет, и другой размер, и другой интерлиниаж. Вот первая обложка, честно говоря, намного стройнее получилась. Они как-то, из-за того, что у них интерлиниаж ближе, они не в таком диссонансе друг с другом. Ну и там это еще острее чувствуется разница из-за черного фона. То есть они вот слишком контрастируют во всем, вообще, во всем. Мне кажется, что здесь просто вот немножко подуспокоить. Немножко не успокоить какую-то родственную. Ну я это им. Гарнитуру поискать другого. Либо шрифт один, либо интернет. А может быть, просто одна гарнитура должна быть. Да. Хорошо, спасибо большое. Очень хорошо. Ну что, все. Друзья, вы нас ошеломили просто. Просто ошеломили. Я думаю, что вам интересно было смотреть на работу друг друга. Нам-то точно было на ваши интересные. Вы все очень быстро сработали. Хотя мучились. Да. Кололись. Но ели каптус. И вот важно, что сравнили свои методы работы с методами работы остальных. У вас разный немножко уровень, там какой-то бэкграунд. Это очень хорошо. Такая группа у нас получилась неожиданно такая очень разнообразная и очень артистичная. Мы с вами переходим к давай третьей части, к четвертой части сразу перейдем. К марлезонского балета? Да, к розыгрышу. Да. Я боюсь, что... А сколько у нас человек? вот мы сейчас делаем так. В прошлый раз Настя нам нумеровала все наши картинки, чтобы мы могли понять, чтобы мы могли разыграть имена. Если, Настя, у вас есть такая возможность сейчас быстро это сделать? Или не получится? Да, давайте сделаю. Как мы делали? А, просто пишешь фамилии людей и ставишь цифры. А мы пока тянем время. Пока тянем время. Так, а может быть что-то... Наташа, скажи... Что? Что-нибудь скажи. Что-то мне прям сразу... Кроме радости, что столько всего интересного за такой короткий срок и такой неожиданно насыщенный вечер у нас получился, мне как-то сложно сказать. Что-нибудь про тифамани в этом году? Ага, тифамани да. Она будет. Про конкурс давай скажем. Да, кстати, конкурс. И так. Даже два. А ты про два уже создал информацию по про один? Скажем про один, а про вторую по секрету. Так, знаешь, это выложится в записи, потом в открытый доступ. Это нормально? Не знаю. Значит, конкурс всероссийский шкартовый плакат, на него все приглашаются. Будет 44 победителя, точнее, попадет на выставку. Огромная вот такая стена была с лучшими работами. Мы сейчас жюри докомплектуем, поэтому здесь пока у нас не написано, кто будет жюри. Хорошие люди, как всегда. Но будут хорошие люди. Вот, и файлы надо загружать куда-то сюда. вот сюда, в кнопку сюда. У меня просто, видите, режим разработчика. Не читайте пока. 1 мая, дедлайн. Чтобы мы успели все напечатать. Да. Сюда можно отправлять те плакаты, которые уже сделаны за последний год. Это же чуть больше. Или которые вот сейчас вы за два месяца успеете сделать. вещи, которые являются либо учебными работами, либо реальными работами. Мы все очень любим. И вот они будут биться за за что-нибудь будут биться. Друг с дружечкой. Ну, во всяком случае, они будут висеть, эти 44 плаката, которые будут выбраны специально отобранным жюри, будут висеть типомания, которая пройдет, она будет длиться две недели, по-моему. А вот, еще будет второй конкурс, ты про него можешь словами сказать? Ну, честно говоря, я думаю, что, наверное, надо будет, я совсем коротко скажу, это будет еще один конкурс, совсем другой, это будет конкурс иллюстраций, но иллюстраций масштабных, больших, то есть это не будут маленькие-маленькие картиночки, это будут иллюстрации, а про тему говорим, надо будет изображать животных, но не просто любых животных, а будет создан генератор вашего задания технического, вам будет сказан формат, как в мудром плакате, четыре кнопки, да, надо будет погадать себе, получить животное, получить формат, который он должен быть помещен, ну там, в общем, прочитаете, когда будет генератор, а потом это все распечатаем тоже крупно и повесим тоже на огромной стенке на типомании, причем совершенно не обязательно быть иллюстратором для того, чтобы делать эти иллюстрации, вполне можно быть дизайнером и сделать дизайнерскую иллюстрацию, и мы очень хотим увидеть ваши работы. Скажем, что одна из кнопок будет называться формат вашего листа. Вот я сказала, что будет формат, который вы должны поместить в ваше животное. Вам может выпасть и жираф, но формат будет горизонтальный. Да, или квадратный, что, по-моему, еще хуже, потому что на горизонтальном формате лежащий жираф очень даже. А вот квадрат, что с ним происходит, может быть, он может быть нарисован сверху или снизу или изнутри. Ну, вот буквально, мне кажется, пару дней для того, чтобы нам эту страничку добить, и чтобы эти кнопки стали работать. А дедлайн будет также 1 мая, что вот у вас два... Времени много. Тоже будет жюри, другое, нежели у плакатного конкурса. В жюри будут известные прекрасные иллюстраторы. 1 мая. Вот. И они отберут, это не мы отбираем все. Будут отобраны, видимо, тоже типа 44 животных, скорее всего. Посмотрим количество. Мы узнаем, сколько будет отобрано. Не знаю. Потому что вы понимаете, что вы представьте себе, у всех разные форматы. Представляете, как нам вешать придется? Развеска какая сложная будет? Вы первые. В Адре, в Адре, мы рассчитываем на твою помощь. Повес. Вот. Вы первые, кто об этом узнал. С удовольствием приду. Спасибо. Тебе можно доверить, я знаю. Вот. И так что следите. Участвовать можно в обоих конкурсах, можно в одном из, по вашему желанию. Будем рады всех видеть. Так, Настя, можно уже... Чего-нибудь делать. А вот цифрыки появились. Да, я смотрю цифры до 22. Там еще не все, я смотрю, еще кое-кто наверху не пронумерованы в процессе. Вот. А уже висит этот наш плакат уже на сайте, да? Или это... Я же показал его. Нет, просто я думал, что это в процессе разработки. Короче, про плакат почитайте, а про... Ну, я думаю, что у нас будет еще реклама на странице типа Мания, а про второй конкурс, иллюстрационный, тоже будет на днях прямо опубликовано. Там смешные сочетания получатся. Так, Настя, что у нас с людьми? Почти-почти. Так, вроде бы... Все. Все, отлично. Сколько у нас цифр? 26. 26. У каждого есть свое имя. Генератор чисел. О, генератор чисел. Мне очень понравилось, когда мы искали генератор чисел, вот там даже есть генератор псевдослучайных чисел. Это отличная вещь. Но мы им не будем пользоваться. 26, Настя, сказал? 26. 26. Ух. Значит, смотрите. У каждого есть свое число. Посмотрите его в наших папках. В нашей папке. Вот смотрите. Уже Оксана, например, 22. Ева 20. Мария 12. Вот все узнаете, кто вы есть. А, смотрите, там повторяется горло Евгения и Измайлова. Е5. Ай-яй-яй, да. Настя, надо исправить. Спасибо большое. Спасибо. Значит, 27, видимо. Я думаю, Настя кого-то из двух жен сделает 27. У нас проблема только с номером 16. Дело в том, что Бадри, он патологически везуч. Во всех конкурсах все выигрывает Бадри. Ну, подожди, мы просто проверим. Если выиграет 16 номер, мы будем переигрывать. Ну, я против, там же Бадри опять выиграю. Хотя Бадри. А, давайте так. Если выиграет Бадри, мы ему не позволим воспользоваться скидкой, но мы ему отправим какой-нибудь сюрприз из типа Мани и Шок. Да. Или это... Можно. Потому что, понимаете, вот сейчас вот мы начнем, и сразу будет 16. А вдруг не будет? А если не будет, тогда, значит, есть правда на земле. Прости, Бадри. Да, вот, друзья. Так, 27 у нас, Настя, в итоге тогда, да? 27. Все. Ой, а можно я скажу? Я просто себя там не нашла. Ой. Да вы что? Ужас какой. А, все, вроде. Все, извините. Отлично. Да, извините. Надеюсь, что все хорошо, а... Наташа, давай барабанную дробь делай. А я не умею. Значит, мы разыгрываем всего лишь два номера. Каждый номер – это 25-процентная скидка на любой из двух... Ближайших курсов. На любой из двух ближайших курсов. Книга 2, на которой мы будем заниматься архитектурными книгами, и дизайн самое начало. Это в зависимости от того, что вам нужнее тому, кто выиграет. Наташа, нажми ты. А барабанную дробь. Стол приселся. Ни Бадри. Номер 7. Кто, 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 кто этот счастливец? Лена Санникова. Холодная архитектура. Класс. Вот так вот. Так. Лена, вы рады? Чтобы это не значило. Да, я очень рада. И подождите, подождите, и мы вторую барабанную дробь. Значит, если будет еще раз номер 7, перебираем. 17. Слушайте, какое неожиданное. И это не Бадри, но рядом. 17. Кто у нас номер 17? 17. Бузанова Н. Имя дизайнера, которого мы не расшифровали. Не будем сейчас гадать. Ой. А, можно не включать Диму Голсану. Ну, Дима, извини. Все. Уже был, не выиграл. Значит, смотрите. Вот у нас есть два победителя. Два победителя. Два победителя сами решают, как им использовать свои награды. Вот. Вы нам просто можете написать в Facebook. Значит, напоминаем. Можно использовать для одного из курсов. А можно подарить кому-нибудь. Или продать, загнать на Авито. Или не использовать. Либо не использовать вообще. Да. Вот. Друзья, я хочу вас поблагодарить. Да. И напишите нам, соответственно, в Facebook. Если вдруг мы не ответили, то еще раз напишите в Facebook. Так бывает, к сожалению. Проскакивает. Я хочу поблагодарить вас и Наташу. И тебя. Скажи, за что. За что? Меня поблагодарить? За что? За что благодарю? А. Мы просто благодарим вас за то, что вы провели этот вечер с нами. Не занялись чем-нибудь более интересным, полезным, созидательным или более бессмысленным. Где-нибудь еще? Сделали крутые обложки. Суперские. Преодолели себя, возможно, сделав быстро крутые обложки. Да. И вот если вы не будете против, то Настя их попубликует. А вот теперь самое важное. Как бы нам вас не потерять? Настя, ну-ка придумайте скорее, как сделать так, чтобы все смогли потом либо куда-нибудь написать, либо дать сейчас свои названия. Может, на сайте, ребята, подписывайтесь на новости. Вот. И пишите еще в Инстаграм, присылайте свои работы, отмечайте нас в сторис. Пишите отзыв. Приходите учиться. Настя, а правильно я понимаю, что вот та папка, которую вы дали, это то, куда надо положить оригиналы, написав свое имя, фамилию и, видимо, написав свой аккаунт в Инстаграме, если он есть? Можно сразу прямо в директ в Инстаграме написать, и я там и аккаунт сразу увидев. Вот. Класс. Директ в Инстаграм. Типа Мания Скул. А не Типа Мания Фестиваль. Да. Это два разных. Но подписывайтесь на оба. Два разных. Про это пишите в Типа Мания Скул. Настя увидит ответ. Отлично. Спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья. Вы нас очень порадовали. Мы надеемся, что и вы тоже получили. Да. Победители думайте быстро. И пишите нам. Будет использоваться, потому что книга 2 начинается завтра вечером, а дизайн самое начало – послезавтра вечером. И мы тогда расскажем, решим с вами, как это все провернуть, эту процедуру. Да. Потому что у нас все честно, без обмана. Да. Всегда. Все. Вам тоже всем огромнейшее спасибо. Идите отдыхайте. Поработали вы снова. Хорошего вечера. Пока. Пока-пока. Спасибо большое. Спасибо. 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 До свидания. Пока. Благодарим. Настя, спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Класс. Спасибо. 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 Продолжение следует...